добрый вечер ребятушки с вами бани вур и после очень долгого перерыва мы с вами продолжаем рубрику хорроры по понедельникам на канале опер геймер дамы и господа так ну что вам нужно дать картинку наверное в первую очередь и так пенумбра ну где еще как не на опер геймере так во первых нужно немножечко сделать вот так что у меня было хорошо видно где еще как не на опер геймере мы смогли мы найти время на эту прекрасную трилогию которая в свою очередь помотала нервы в свое время многим стримером и заставила очень многих людей самых разных возрастов наложить себе в штаны отнюдь не отнюдь не конфет так я уже почти готов я сейчас пытаюсь вы знаете что сделать я пытаюсь выйти на все чатики нужные мне ну хорошо все что пишут в чатах уже видно на экране все нормально нам осталось только игру запустить я русификатор уже поставил потому что к стримам ребята надо готовиться основательно пер геймеровский стрим увидел свой стрим увидел чата нужно как-то держать все вместе но к сожалению не смогу контролировать прям все я вот к следующей трансляции обещаю что уже наконец смогу объединенно смотреть что пишут в разных чатах но пока не обессудьте как есть так в принципе мы готовы выключаем выключаем контакт так ну надо же как-то все таки мне хотя бы свои чаты запустить чтобы увидеть что по хотя ладно сначала без чатов давайте сначала без чатов потому что будут отвлекать окей запускаем пенумбру hello всем и мне от тебя и стой 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 а че это у меня тебя кое-что нужно возможно не поймешь этого возможно не захочешь этого делать но прошу не повторять ошибок что сделал я мой отец гувард бросил меня еще до рождения потрясение от смерти мамы и это письмо пришедшие после ее похорон заставили меня слепо тёпать навстречу судьбе как хочется чтобы все это было пустым вымыслом мое падение предрешено самой человеческой природы меня зовут филипп и в моем имени уже заключено падение если нам повезет то к тому времени ты прочтешь это я буду уже мертв а если не повезет то сгинем и все я не хочу с филиппом сгинуть сделать все для этого на берс привет я вижу что игра нет часа и захвачу пенумбра господи как громко безбожно тупят чатики захват да знаю знаю ребята там было просто письмо просто одно вот вам пожалуйста все нормально зачем так паниковать зачем хотелось бы конечно сделать музыку потише потому что это музыка убивает меня просто чуть более чем полностью но к сожалению звук тише сделать нельзя страдать и мучиться ребята игра игру я сам еще не запускал мы видим стоит у нас сложность нормально и первое что мы с вами обсудим это сложность на которой мы попрем вперед на какой сложности идем джентльмены и леди безусловно давайте музыку убавить может может убавить на я не знаю как она не убавляется друзья и я бы с радостью но не как привет коллакса черт надо еще открыть наверное все таки пока не открывать музыка торчит все нормально не видно твоего подбородка это очень важно я думаю что без подбородка обойдемся импера гудгейм еще лагает как обычно но без этого никак это неотъемлемая часть трансляции моих по крайней мере на гиге как только начинается какой-то важный момент важный стрим тут же начинается жопа полная все ладно поехали ребят погнали я не слышу в какой сложности проходим господа абыр 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 напишите пожалуйста чать нельзя написать понятно гудгейм плющет гудгейм плющет не не вздумайте обновляться а мы с вами пока пойдем пойдем без чатика да оба чата лежат ладно погнали пойдем на на харде пускай об этом пожалею а мне кажется я об этом пожалею сложности ах не знаю я не знаю ребят я не знаю пойти на харде или на нормале подмывает hard поставить на я ведь первый раз ладно пойдем на нормальной нормальной сложности поехали новая игра легко для неопытных рекомендуем соревнования шеста игроков а те кто ищет настоящего испытания черт здесь тоже можно выбрать сложность я ищу настоящего испытания но свежебагованная пенум пенумбра я не знаю насчет свежих багов но надеюсь что все будет норме тоже не могу повредить атмосферу без подбородка черт вас возьми что же делать да чат и лежат чата в хлам лежат на гудгейме видно только сообщение на твиче бонич пугай нас уже hard говорят люди hard wake up предлагает hard ну как звук не сможешь включить врубай hard на youtube тоже пишут hard ну ладно погнали hard так hard черт с ним если будет очень громко все поехали если будет очень громко придумаем что-нибудь обязательно моя история началась в феврале 2000 года ввязываясь в это дело я не собираюсь совершать ошибок которые сделал мой отец говард исчез из жизни матери еще до моего рождения письмо отца пришло спустя несколько дней после ее похорон так я впервые услышал о нем жаль что он был мертв писать послание с того света видимо наша семейная черта в письме был ключ несколько поручений и мольбы о прощении рассудив что мое прощение ему было уже ни к чему я стал думать о событиях которых отец необъяснимо ждал со дня на день явно не расположены к объяснениям говард ссылался на банк в мейфере о котором я никогда не слышал в банке была арендована ячейка на его имя а получателем значился я конечно я туда отправился как он и предполагал там я выяснил что несмотря на письмо он официально считался мертвым почти 30 лет так что и старая книга и стопка найденных мною записи по закону давно принадлежали мне надеюсь мы всю книгу читать не будем в письме отец требовал сжечь эти бумаги и не пытаться ничего выяснить зачем он допустил роковую ошибку ни один человек не в силах избежать силков любопытства а я всего лишь человек университет где я преподавал считался колыбелью физиков и лингвистов с мировым именем я представлял физиков поэтому обратился к знакомому языковеду за консультацией расшифровать книгу оказалось невозможно зато в записях упоминалось место в безлюдной части северной гренландии через год я сел на последний авиарейс своей жизни отличная игра глядя как вместе с аэропортом исчезает за бортом цивилизация я думал об отце который вот так же исчез почти 30 лет назад едва ли не в тот же день и о том что оставлял позади я мы сели на полоску льда шириной всего в несколько метров через несколько минут нанятый мною катер отправился туда где меня ждало свидание с прошлым ну чтож если вся игра будет проходить вот этих комиксах то я буду не против кажется кажется придется страдать наконец-то мы вообще добрались наложить вещи и читая дружище можете отдалить я дома еще помню что нет вещей влево окна в комнате и присмотреться в книгу лучше в правой комнате лучше шикарно дяо уверен эта книга взорвала ли тридцать и но глядя не может меняется то что я знаю очень громко очень громко так что нам придется сейчас по химичить на звуком звук просто давит на уши сейчас сейчас я буду пытаться как-то решать эту проблему че-то по-прежнему лежат нет не лежат нет лежат они лежат как звук в микшере винды подкручивал вот я василию сейчас займусь микшер винды блин где этот микшер винды в десяточек то я не знаю ребят ну батяня который не хотел чтобы о книге узнали при этом положил ее в сейф на имя своего сына выглядит по меньшей мере немного шизанутом но с другой стороны макс макер фиксит плит уповаем на тебя где чертова чертов микшер винды где ты где-то микшер я иду к тебе звуки записывающие звуки допустим звуки звуки запись воспроизведение динамики правая кнопка мыши по ней да там я же с плантрониксами у плантрониксов своя звуковая карта я ненавижу эти моменты еще и лежит забавка всему гейм всех с началом стрима ребята но ничего сейчас обязательно обязательно всех победим я не вижу микшер винды бсп сережа сережа спит в тот момент когда он так нужен микшер нет не реалтек ребят своя собственная звуковая карта не реалтек черт блин я помню как ты это делал но я а открыт микшер громкости есть аллилуйя так системные звуки пенумбра пенумбра я нашел я к сожалению пенумбру можно всего лишь до единички опустить всего лишь до единички о можно еще так сейчас будет получше ребят сейчас будет получше гг лежит лежит и видит сны вот на двадцатку а тут все еще единичка ну будем надеяться что помогло ребят на единичке стоит звук и тише уже к сожалению нельзя так иногда полезно раскрыть блокнот вспомнить о делах и перечитать полезные сведения понедельник у меня столько дел было но я не раскрыл блокнот и вот я сижу на этом стриме так н полезные сведения п еще список дел заметки допустим список дел дел нет у нас никаких в этом мире да и заметок тоже хорошо что кажется я ставил фонарь в ящик кто стал кровь держали в себя ящик выдвинется хорошо ага увидел да графончик конечно потрясает своей объемностью я думаю что у нас будут большие проблемы в этой игре я хочу взять фонарик хорошо что я догадался захватить с собой старенький фонарик хотя можно было купить и новый этот съезд батарейки за час шикарно как его взять то в интернете либо нажав клавишу фонарика понятно что нибудь еще так стоп как эта карта устарела в гринландии мало что меняется знаю куда идти правой или левой кнопки мыши кломкой мыши читать левой брать судя по всему хватать а правой читать похоже команда настроена дружелюбно на всякий случай я запер свои вещи в шкафчике уверен в моих карманах найдется ключ когда ты еще она будет дважды щелкнуть по нему левой кнопкой а потом навести на замок и нажать клавишу взаимодействия ё-моё давайте хоть пожрать возьмем что это тушенка с шарами чьими-то я могу ее схватить могу даже носить могу даже кого-нибудь забить тушенкой насмерть но лучше я ее заховаю в ящике чтобы никто не узнал мою тайну так стул нафиг что тут такое дорогой эрик меня зовут эрик ну конечно только отец именим филипп мог назвать меня эрик сижу и пишу тебе короткую весточку успеть бы отдать дуба пока ты вновь не поставишь парус и не покинешь меня мм я вставлю тебе то малое что сохранит память обо мне здесь в сундуке возле твоей кровати не понимаю почему вы не заведете другую и ютитесь на ней по сменой чуть не высыпаясь ну что же на рыбака может знать о жизни о море а это маман да каждую ночь омолюсь за твой богатый улов чтобы ты скорее вернулся домой в целости и сохранности прошу не исчезая на пять недель как в последний раз да ладно но я всего лишь с проститутками в лас-вегасе завис мам ты чего мне же уже восемнадцать я знаю что иногда бываю с люкой но ты ведь но ведь и ты знаешь я тебя люблю я выстрел от твоей пожитки спасибо что объективно оценила ценность моих вещей которые ты же мне и купила мама верю ты скоро снова заляпаешь их остатками рыбьи и требухи но мне все равно приятно знать что они побывали в стирке пока не забыла в поселке хендриксоны просили господи как это ага если ты вернешься с уловом форели но я ответила что сейчас для нее не сезон если ты ее наловишь никому ничего не говори приморось ее на льду я приготовлю что-нибудь особенное мы отпразднуем твое возвращение домой ко мне капитан корабля порой заслуживает особой заботы помни об этом береги себя спасибо маман спасибо как это выключить любовное письмо от жены рыбака черт это вообще не мне это вообще не мне а вот бухлишко это пожалуй мне судя по запаху сантуки хранят или личные вещи или наживка одно одно другого стоит то есть когда глаз можно глазом на глаз когда вижу глаз можно нажать правую кнопку мыши и и просчитать а когда глаза нет можно хватать просто и лупцевать да ну что пора выходить вроде я все изучил в этой прекрасной комнате а а а а и и и и и и и и и а и и и и пока не ясно зато ясно что здесь можно веселиться раскачивая лампу так серьезно первая же первая же загадка вызвала у меня затруднения кособокий ящик столик я могу выдвинуть его ящик если зажму клавишу взаимодействия кособокий столик я не могу этого сделать стоп маг или могу ё-моё я зря поставил hard вот я очень ошибка ошибся поставив hard ребята то может быть моя самая главная ошибка сегодня господи так глючит goodgame пожалуйста можно я выйду что мне нужно сделать так можно садиться кстати присаживаться могу я подпрыгивать да могу подпрыгивать хз может я смогу залезть на верхнюю полку по контр-страйков ски где-то там впереди должна быть земля и ответы но пока мы видим только ведро с нашим дерьмом так приныкали бутылку вискаря потому что чувствую что в этой по каюке мне остается только нажраться похоже команда настроена дружелюбно похоже что нет я просто хочу выйти нет я может быть так и надо может быть эта часть геймплея чтобы на чувствительность мыши немножко поменять игра звук графика гамма свет этого нет игра а чувствительности мыши нет нет есть а ее только можно увеличить да факт май лайф а можно а можно назад ее как-то его мое я не знаю какие-то сделал а правой кнопкой мыши стоп может быть и да 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 можно уменьшить еще можно уменьшить шикарно 06 я думаю будет самое то нет 06 не самое то а вот следующая будет самое то правление 08 стоп звук звук в этой игре тоже можно уменьшать правой кнопкой мыши господи господи друзья мы приближаемся приближаемся к познанию дзена и сути этой игры выравниваем все как нам бы пульт от гаража сейчас не помешал все шикарно шкаф открытой да не открывается не открывается пацаны шкаф не открывается так все отлично друзья всех приветствую чаты вроде чаты вроде запустились ох ну понеслась как говорится моча по трубам люч найди люч хорошо у тебя люч в инвентаре хорошо люч в одежде все 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 не подсказывайте я тут нашел как звуки потише сделать а вы несколько еще а нет я я думаю надо делать тише звуки намного вообще то есть то есть вот так вот шик короче смотрим ключ в инвентаре говоря да стоп в инвентаре и нет н нет п нет не зря выбрал уровень сложно сейчас друзья ну где-то к 2018 году мы найдем найдем выход из этой каюты на сложность язык английский черт можно я дерябну вискаря потому что а так ну у куртки нет собственно возможности ее схватить здесь тоже ничего не взять здесь яхз что этот спальный мешок но с ним тоже ничего не сделать ключа нигде нет ребят аккуратно положим вот стол на стул как я обычно делаю о пахнет крепко хорошо что скоро я отсюда уйду похоже они едят из 5 и гадят в этой каюте неделями господи с кем-то плывешь на этом корабле а чита плакат из плейбоя некоторые вещи не меняется ну конечно сиськи вечны так а это что фото жены рыбака не девушка с обложки зато выглядит доброй и заботливой откуда ты знаешь может быть девушка с сиськами тоже добрая и заботливая но о подушку можем схватить и подушка устроим здесь легкий непринужденный бардак может быть ключ где-нибудь знаю под столом чат читаю ребята буква ш милорд нет ше не работает настройках есть список клавиш секунду действительно правление левый шрифта пробел наклоны есть действия режим взаимодействия r убрать инструмент x левая кнопка мыши взаимодействия правая осмотр за режим зрения есть еще инвентарь tab фак блокнот н личные записи и фонарик светящаяся трубка мне фига себе у меня есть ключ найс найс ребята это победа так а что такое светящийся ну ладно мне надеюсь об этом еще скажет так берем ключ я думаю что ключом открыть куртку невозможно зато ну что 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 я здоров насколько это возможно от батарейки 50 процентов осталось 0 ну но я я не не берется пацаны что куда куда тебя нужно о можно на циферке ставить шикарно один ключ шикарно ребята мы сделали это невероятное усилие воли у меня с собой фонарик а что без фонарика не видно что здесь что-то лежит хорошо вот и батарейки вон еще какая-то ботва давай ее возьмем тут еще хрен хрен найдешь так все может пригодится если батарейки сядут фонарик выключаем я думаю еще по жилетам что так долго светил фонарем никуда наконец-то господи только сойдя на берег в холодное объятие надвигающегося бурана я понял что я даже если целый посетил свою жизнь поиском отца что ждет меня в этой грюмой земле не представляю вскоре тайные опасения подтвердились я заблудился поздравляю ты мое альтер-эго ты мой игровой брат не знаю ты еще брата не заблудился вот когда я сейчас начну тобой управлять вот тут ты поймешь что до этого твоя жизнь была еще ничего не знаю что покинуло меня раньше чувство направление присутствия духа но затем стали не иметь руки и ноги впереди замерчил призрак смерти от переохлаждения в отчаянии я стал искать у крылья как холодно озвучивать будет кто-нибудь нет надо бы спрятаться от бурана никто не ну хорошо куда я забрел я забрел в текстуру я уже закоченел до пальцев но все еще слышу свист эти звери какие звери господи мужик успокойся они действительно воют все нормально надо бежать что что это плевать мне нужно укрыться от буря пример с номер два надо разбить лед черт чем может у меня ледоруб с собой случайно нет висячий замок старый но все еще годный надо на всякий случай о что это блокнот а я сейчас сдохну что 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 происходит на двигаться 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 а чем-то разбить лед не чем я умираю мне дерьмово сейчас я сдохну ребята и перейду на нормальную сложность потому что это просто невозможно это просто невозможная хрень фонарем не разбить что делать что делать господи надо поссать себе на поссать себе на руки я думаю что надо прыгать прыгать больше прыгать нет все мы сдохли как так это как это случилось мы вышли из корабля и сразу попали в сугроб боже не иначе как этот ледокол проектировали где-то где-то в мурманске так главное меню я я пожалуй я пожалуй я пожалуй дальше продолжить допустим а вот ребят вы честь вы серьезно господи так ладно чем чем раздолбать о я могу камнем камнем его камнем бери камень тварь несём если удержать клавишу взаимодействия можно попробовать поднять этот камень да ладно не может быть сам догадался или подсказал кто я могу бить этим камнем поточнее ну ну режим взаимодействия и чё быстрее 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 что что теперь режим взаимодействия убрать ну вращай мужик серьезно а ты еще не все разбил видимо да ага шикарно ага ну крути крути тряпка кг ничего не сделать может надо еще долбануть по льду да в режиме взаимодействия все замирает о открывай но позвольте друзья позвольте пока мы позвольте пока мы не зашли слишком далеко поставить нормальную сложность иначе я чувствую что это будет боль это будет боль ладно как хотите я пожалею об этом еще чем дальше захожу тем тем меньше шансов потом все поменять вернуть как надо так ну тут уже потеплее должно быть однако боже моя голова не могу поверить что свалился с такой высоты и все еще жив хотя как посмотреть может быть уже не полностью жив что так бочка господи как мне дерьмово что выпить надо чтобы надо было вискаре брать с собой я такой конечно не очень сейчас бы погрелся хорошо я надеюсь что я кони не двину здесь ага что это сигнальный факел кому тут сигналить боже надо попрыгать и все пройдет так ну прохладненько все еще порядок эвакуации куда я вообще пришел откуда в Гренландии знает русский язык ага дверь заходи тряпка нормально ооо сейчас наберем тут ништяков попробую ударить молоком, держу клавишу можно замахнуться потом ударить с размаха, сместив можно наоборот, хотя если двигать мышь назад получится выпад ага, получится 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 может и не получится можно как-нибудь мне что это? палка палкой можно кому-нибудь и пашбану садануть тут уже как-то полегче будет пустые ящики что же это за место о, меня похоже попустило у меня идет кровь, но ничего переживу смотрите, сколько у нас приятных бонусов появилось посвятить факелам фонарик, фонарик на F не надо, давайте посмотрим что пишут в прессе молоток эти стеллажи старые как и все лет 50 так, берем, например, режим взаимодействия начинаем крушить все молотком блин, не так просто это сделать, между прочим если честно этим молотком управлять еще сложнее чем адронным коллайдером так, там надо разбить доски потому что за ними явно виднеется какая-то мы справимся доезжаешь так, теперь надо как-то отодвинуть этот шкаф фонарик какая-то книга ладно, пофигу фонарик не должен выдохнуться тем более, что книг этих здесь дуром а что с прутом? что? отсюда мне не дотянуться куда? что? я потерял прутик? сигнальный факел блин, это не прутик это был сигнальный факел нет, это был ржавый стальной прут по идее на единичку на единичку был стальной прут ладно видимо этим прутом ничего сделать нельзя даже почти не ржавый окей, окей собраться, собраться бочки разбей а можно тут все, конечно, покромсать но бочки не разбиваются кстати так, берем режим взаимодействия и начинаем нет, я сказал режим вы знаете реально этим молотком очень сложно долбосить точно можно если бы вы знали как тяжело попадать а, понял можно вот ага я понял есть контакт короче разбивать можно абсолютно все главное, чтобы молоток выжил шикарные бочки но к сожалению бесполезные можно и шкаф конечно в принципе мы играем, друзья в симулятор настоящего мужика забиваем гвозди в доме по полной программе как говорится на 20 лет вперед сейчас забьем окей конечно с удовольствием бы съездил по жбану этим молотком какой-нибудь эти стеллажи старые как и все вокруг никто не заглядывал сюда лет 50 лет 50 хорошо а вон еще бочки слушайте мне нравится эта игра просто так вот так вот режим взаимодействия работает вон там какая-то хрень но мы не видим ее нет видим как молоток убрать я хочу убрать молоток ну просто убрать молоток просто я ага это сигнальный факел будет чем посвятить да я вижу что сигнальный факел как его взять бро что не так ладно расфигачим еще одну бочку может быть в ней есть все-таки бутылка вискаря которая так нужна мне сейчас оставшимся наедине в непонятном месте ага ну я теперь как маленький ребенок буду проверять все молотком на устойчивость и прочность колонны раздолбать но все конечно здорово но вот это надо взять ну 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 как как тебя ой а че это дверь как дверь деревянная сигнальный факел видимо моему персонажу не нужен сигнальный факел я не знаю как по-другому это объяснить но взаимодействие я хочу просто убрать молоток о а вы поняли вот тут еще одна дверь тут еще одна дверь что ли да тут еще одна дверь друзья она нифига не открывается хорошо попробуем как-то пролезть сюда отодвинуть шкаф присесть там явно виднеется парадный вход в эти катакомбы не знаю что бы в них не производили молотком ее кстати вариант надо привыкать к геймплею это довольно сложно это довольно сложно пока но я стараюсь так нет так не получается она не открывается ребят вот при всем желании нет никак хотя там вон за дверью кто-то есть может даже ну ладно короче я понял закрыто на обед я вот не пойму что делать с этим стальным прутом я знаю что делать стальным прутом я знаю нет как нет да нет серьезно я у меня получится нужно вставить его в щели просто поднажать немножко черт чем я только думаю ладно я попробую отодвинуть шкаф стальной прут я сказал стальной прут черт чем я только думаю как-то надо надо подумать как следует господи это же это же я я не могу думать как следует прут начинает белеть когда я навожу его на шкаф белеть когда я навожу его на шкаф почему это деревянный стилаж скоро развалится а нет все по рабоче-крестьянски надо просто отходить его молотком а я-то наивный думал что ну не знаю сколько еще мне по нему долбасит но я в принципе никуда не спешу нет он не разваливается он не разваливается черт я могу двигать шкаф ничего себе я ну видимо предварительно немножко помяв его молотком так друзья ну что ой надеюсь это в моем желудке сейчас было а не боже лабиринты нет только не это металлический стеллаж боже боже ладно будем действовать по принципу всегда иди налево что бы ни случилось а ну тут недолго идти налево хотя смотрите еще одна комната карту бы неплохо было бы я в каком-то подземном сооружении единственная дверь наружу заперта надо поискать обходной путь так н заметки список дел надо поискать обходной путь ну здесь мы действуем по старой схеме по старой разработанной нами и трудовиком схеме что это такое какой-то механизм фабричного производства в середине есть отверстие но все равно поди разбери как он работает блин даже если разрабы не смогли понять как он работает то уж а че это там кто-то кто-то щемится на вход толщина крышки этого люка что надо руками не откроешь что-то очень не хотел выпускать туда гостей или выпускать хозяев ну так я присоединюсь к вам не буду особо напрягаться выпуская гостей так ништяков нет свой в дырку пруд свой в дырку пруд подождите вот еще один шкаф или дверь не знаю мне кажется что надо подумать как следует она тоже не откроется да наверное хотя там я а нет откроется так стоп но сначала по многочисленным советам засунем в дырку пруд и ведь действительно что это нам дало ну кроме удовлетворенного самолюбия ну понепонятно я могу только сунуть а вот можем покрутить ага ага и что же это нам дало ребята по моему ни хри на 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 нет он открылся черт так стоп я я предпочитаю ничего не закрывать не открывать раньше времени так стоп 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 потому что там кто-то пытался выйти на оружие у меня нет большого желания его выпускать не знаю куда ведет этот ход и что ждет там внизу но если я не хочу умереть от голода выбора нет к тому же это место может быть как-то связано с моим отцом определяющее слово как-то нет нахрен я лучше умру от голода там там кто-то лупился снизу в эту дырку не 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 нет я еще не изучил всю местность я пожалуй так режим взаимодействие в нем тоже можно ходить кстати говоря это мы будем тоже брать во внимание стоп ага ясно понятно я открыл дверь собственно говоря которую не мог открыть и что больше нам некуда идти не верю был еще ход был еще ход и я в ту дыру не полезу так налево мы уже ходили сейчас сходим направо еще сходим направо черт я сейчас кажется заблужусь ага я понял все пути ведут в Рим да то есть вообще без вариантов посмотрите друзья законы физики здесь бессильны куда бы мы ни шли мы всегда выходим всегда выходим к одной и той же комнате она везде боже это не Гренландия это это какой-то мир психоделики сюрреализма и псилоцибиновых грибов ну и ладно хорошо вниз так вниз черт надо было сразу ее открыть ну давай вращай дядя а что не вращаешь еще нужно правильно схватить эту хрень потому что не все так просто так в режиме взаимодействия можно ходить может быть одну створочку открыть ну так аккуратненько чтобы не ну ладно спокойно так в режиме взаимодействия всегда появляется рука стальной прутик у нас исчез кстати это можно смотреть из-за угла запомним это у нас списка дел у нас нет к сожалению нет просто нет списка дел все у нас хорошо так а что-то я хотел ой черт я упал не знаю что это за место но оно запечатано парой стальных люков и открыто под многометровым слоем земли и снега в арктической глуши что даже геологи не найдут вместе с полярниками я теряюсь в догадках и ощущениях позабытых в далеком детстве все наше общество облетено страховочными тросами вызов скорой по телефону техника безопасности на рабочем месте друзья семья любимые и даже нелюбимые случись беда одна из этих сетей обязательно подхватывает тебя не спасая лишь от самых обыденных эмоций как хорошо это видно отсюда где ничего похожего нет кроме дверей фонарика лома и молотка снова я чувствую себя школьником которого окружают старшие дети и понимаю что способные помочь люди друзья родители все это слишком далеко о боже нет только не только не школьные друзья заклинило я в западне о нет как неожиданно здесь можно средь кого угодно героин лучше оставить для киноактеров и сказочных богатырей мне такая обравата принесет эту жгибель лучше продвигаться осторожно и не отсвечивать в буквальном смысле е-мое чтобы не выдать себя мне стоит почаще пригибаться и оставаться в синий пока не станет ясна природа угроза чтобы присесть и скрыться в тени используйте клавишу левый контрол если место выбрано удачная краем глаза увижу синие сияние мой второй лучше друг тишина если не шуметь наткнуться на меня может только случайно и конечно без толку прятаться на свету с включенным фонариком или труппой в руке ёк макарёк хорошо я как скажете а что для защиты пойдет бутылка портвишку чем защищаться дядя деревянный ящик блин есть молоток конечно я тут могу наверное парочки навалять этим молотком прута нет сигнальный факел фонарь оооооо что то как то стрёмно блин я еще на харде играю Ну просто идем куда-то. Время от времени я отсвечиваю синим. Я не понимаю, что это значит. Но тут столько бочек. Столько добра. Что хотелось бы, конечно, немного... Немного поиграть в рэкетера 90-х и поорудовать молотком. Ух ты, смотрите, как мило. Дверь. Какую пометку в блокноте. Не надо ничего помечать. Открой дверь. Открой дверь. Вы знаете, это реально непросто. Можешь молотком по ней долбануть. Что за пометку-то сделал? Нет, это сделала жена рыбака в середине шахты. Я таскал запертую дверь. Ход пещеры завалил, я придется искать другой путь. Запертую дверь. Понятно. Так бы сразу и сказал. Ага, я понял. Если сидишь в темноте, то вокруг тебя появляется синие сияние. Как бы, да? Ага, которая подсвечивает все вокруг. Ну что ж, это все мило. Что это такое? Сколько же лет этому месту, если здесь пользовались масляными лампами? Похоже, в этой даже есть чем угореть. А какой это год вообще? Я не знаю, у нас в Ростове до сих пор пользуются масляными лампами. И это нормально. Как ее взять? Ой, зря я это делаю. Так. Давайте возьмем на троечку эту хрень. Я не знаю, зачем это, но... О, нет, 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 нет. Зачем я это сделал? У меня осталось два. Фак. Подобрать никак? Блин. Красавчик, Боня. Ведь он тебе так нужен сейчас. Вообще без него никак. Лучший, лучший, лучший способ пройти игру. Это просрать весь инвентарь на пустом месте. Да, но дверь, похоже, не откроется. Хорошо, не будем паниковать. Попробуем зажечь лампу. Ну, не знаю, это вряд ли. О, смотрите, можно в потолку что-нибудь найти. Вы знаете, так много всего можно делать здесь. Что мне начинают терзать смутные сомнения. Я, например, могу залезать на ящик. Еще залезать на ящик. И это... Это реально очень большое количество взаимодействий. Ну, слава богу, хотя бы монстров нет. Так, а что здесь? А, на G. На G пользуется этой хренью, на F пользуется этой хренью. Тут ничего. Еще одна дверь. А, это вход. Фак. Это просто вход. Шикарно. Значит, где-то здесь я видел... Да, боковой вход. Он же выход. Я понял. Можно взять камень, еще раздолбать им что-нибудь. Так, друзья, ну что ж, пока проблем у нас вроде нет. Давайте немножко покрушим бочки. Может, какая-нибудь дверь вылезет. Ой, она железная. Черт. Особо не покрушишь. Я больше не хочу тратить освещение для того, чтобы поджигать эту масляную лампу. Вряд ли это можно сделать. Бабайка будет? Ну, пока не очень страшно. Пока нормально. С бабайками пока... Полный порядок. Черт. Проблема в том, что все бочки железные. Тут особо ничего не покрушишь. А вот это, кажется, деревянное. Так, ничего. Я человек, который прошел монструм. Который прошел... Еще кучу всякой хрени. Большой деревянный ящик. Может, его тоже можно? Неужели я пенумбру не пройду? Или забоюсь? Нет, ребята. Нас так просто не возьмешь. Ладно, с ящиком шляпа. Опа. Внезапно. Здрасте всем. В эту дверь можно выйти? Можно. Черт. Хорошо будем знать. Ага. Столько сведений, трудов и бумаги. Оставлено гнить зря. Дружище, ты не жил в Советском Союзе. Тебе бы это не показалось большой проблемой. Такое количество бумаги. Бакстрин. Бакстрин бойс. 15 августа 45-го года. Командный бункер. Аварийная ВПП Зулу. Ежедневный рапорт. Еще одна скучная неделя в Гренландии. Получена штатная поставка запасов. Проведены стандартные учения обслуживания аварийной полосы. Завершено штатное техобслуживание полосы. По моему приказу, солдаты чистят ее дважды в неделю из-за сильного снегопада. Один человек ранен. Ну, хоть какое-то развлечение. Один раненый не плавал отбить тревогу в Лондоне. Немцы не растянули свою линию фронта на лишние четыреста тысячи миль. Двоих из моих солдат застали в мастерскую оружие за производством ручных гранат. Их работа закончилась парой оторванных пальцев. Я несу частичную ответственность за случившиеся, так как разрешил им ковряться в казенном обмундировании. Ага, уверен, в нем они и разузнали состав взрывчатки. В качестве меры предосторожности я запер это руководство в сундуке, который поставил в собственном кабинете. Ключ от сундука остается у меня. Разумеется, оба солдата были наказаны. Гелем намазаны. А один даже к кровати привязан. Пострадавший был отправлен домой для медицинского ухода. Я убежден, что лучшее наказание за такой проступок отхреначит ему еще два пальца. Но выносить подобные решения не в моей власти. Эта база находится в жуткой глуши. Иногда я думаю, что если война закончится, мы даже не узнаем о ее завершении. Заказ на поставку. Динамит для горнопроходческих работ. 7 штуков. Считаю этот пункт необязательным. Но мне просто скучно. Один для даруб промышленного образца для скалывания про... Который замерзает одна пара очков для чтения. Зрение минус 7. Для себя лично. Мои окуляры слишком слабы. Ремонтные работы в шахте ведутся полным ходом. Тоннели, бомбардировки, намечена расчистка заранее заваленных зон. Мы отыскали одну любопытную археологическую находку. Артефакт ядрива в корень. Долгое время пробывший в земле и откопанный одной из наших рабочих бригад. Сегодня вечером, после завершения служебных обязанностей, я осмотрю его получше. Он будто бы сделан человеком, он состоит из нескольких частей. Я постараюсь снять футляр и выявить источник света, который постоянно пробивается сквозь оболочку. Начальник ВПП, майор Макаров. Шикарно. Теперь мы знаем все. Список дел. В середине шахты заперта дверь, ход пещеры завалило. Карта бы, карту, ребята, бы. Было бы неплохо. Что это? Что? Человек уже старый сжимает что-то. Он странный, однако, знаком мне. Я никогда раньше его не видел, но откуда-то знаю, что его зовут Гоша. Я называю его Батяня. Что мне с этим делать? Что? Что? Что за хрень? Что со мной? Будто нечто коснулось моей памяти. Надо быть поосторожней с этими таблетками. Этот странный артефакт. А еще раз. О, да. Так, хоть бы увидеть теперь голую Веру Брежневу. Нет, никак к этому не привыкну. Да ладно, давай, бог любит троицу. У тебя получится. И голая Вера Брежнева. Нет. Ну ладно, хорошо. Хорошо. Стул. Так, вот карта. Я вижу карту. Должна быть карта. Фотография британского взвода времен Второй мировой. Видно, эту шахту переделали под импровизированный бункер. Это очень-очень хорошо. Опа-цы. Копенгаген, пост. Понедельник, 17 августа. 30-го. Психотропные. Психотропные. Залежи на дне шахты смерти. Психотропные. Ага. Ученые из Копенгагенского университета выдвинули предположение, что причиной высокого уровня самоубийств в гренландской шахте стали воздействующие на разум химикаты. Возможно, Доширак. Проводившие исследования удаленных поселений сотрудники университета впервые заинтересовались рабочими северо-западной свинцовой шахты в прошлом году, в 30-й год. Они обнаружили, что за последние 100 лет уровень самоубийств в данной области был неестественно высоким. Даже для Гренландии. 46 смертей из 45. Прям как в русском лото. На 100 тысяч населения. Вместо 29 в среднем по стране. Продолжив исследования, эксперты выявили у многих шахтеров симптомы, характерные для ранней стадии параноидальной шизофрении. Это открытие позволило выдать теорию о наличии в породе естественных скоплений лизергиновой кислоты, которая, согласно последним данным, может нехило таращить. Местные жители избегали общения с нашим корреспондентом. Но, поскольку он тоже обдолбался кислотой, ему удалось узнать их объяснение происходящему. В горах, по их словам, живут некие инуитские духи Турнгайт. Университет ожидает из-за результатов химических анализов. Ага. Исследование продолжается. Поправим пенсне. Поправим пенсне, ребята. Все будет нормально. Ты играл в Гульмана? Я смотрел ранние обзоры одного парня. Так. Гульмана? Я смотрю. Так. Одного парня. У нас два стрима, ребята. Нашу маму и там и тут показывают. Всем еще раз большой привет. Это Баннивур. Мы пробуем на зуб пенумбру. Это первый пробный камень. И сразу хард. Будет больно. Присоединяйтесь. Присоединяйтесь. Окей. Топаем дальше. Значит, в шахте. Список дел. В середине шахты. И больше ничего. Дела у нас больше нет. Но ключ. Ключ. Небольшой. Большой, небольшой. Дело не в размере. Уж я это точно знаю. От ящика или сундука. От ящика. Или от двери. Возможно. От двери. А это что? Солянка с бакстрином. Может пригодиться. Склянка. Что такое бакстрин? Ладно, давайте на троечку. Бакстрин. Нет. Нет, нет. Я что-нибудь с ним сделаю. Ну-ка, срочно нужно засунуть куда-нибудь склянку с бакстрином. Сюда. Нет. Окей. Ноп. Хорошо, ладно. А вот и сундук, кстати говоря. А вот и сундук. Хорошо, что эта дверь заперта. К нам не придет бабай. Стоп. Что это? Опа. Слов уже не разобрать. Годы сырости и холода сделали свое дело. Ну и, конечно, годы беспризорничества и отсутствие элементарного образования тоже. Нет. Нет, ребята, никакого нормала. Вы о чем? Смотрим. Так что, делаем сложную, да? Давайте, конечно. Я думал, что как-то это не так делается. Ну да ладно. Пусто. Опа. Батарейки. Шикарно. Мой фонарь может себя чувствовать просто превосходно. Так, тут ничего. Это был только первый ящик, а есть еще второй. Ну и, конечно же, незабываемый третий. Нет. Хорошо, печатная машинка. Что можно здесь сделать? Эта печатная машинка даже войну пережила, сделана в Германии. Обрати внимание, сделана в Германии. Трофейная. Так, снова. Так, ну и что теперь? Какая будет сложность? Смотрите, ребята, все-таки сложность меняется. Сложность можно сменить в любой момент. Ребят, а мы как вообще? Напишите, пожалуйста, ваше мнение, джентльмены и леди. Мы проходим на каком уровне сложности? Такое ощущение, что кто-то здесь героин припрятал. Вяленое мясо. Ну что ж. Не героин, но тоже неплохо. Так. Да. Лизергиновая кислота делает свое дело. В общем, милое местечко и гнилые стеллажи. Вся комната прогнила насквозь из-за дыры в потолке. А, тут еще и снег идет. Не хватает только Эдиты Пьехи с ее песней. Так, сигнальный факел очередной. Не знаю. Мне кажется, что... Кстати, что у нас есть в инвентаре? Это что такое? Вяленое мясо с дужком. Может быть, кого-нибудь... Вообще, во-первых, сам могу пожрать, но все-таки, может, кого-нибудь прокормлю. Так. Друзья, напишите, пожалуйста, что такое бакстрин. Есть у нас специалисты из химфака. Обезболивающее. Шикарно. Я думаю, после бакстрина сразу приму. Вот еще мясцо. Мяса много не бывает. Надеюсь, что мой протагонист не веган. Так. Сталось только изучить сундук. Он заперт. Нужен ключ. По счастью, у меня есть один. Ха-ха. Химия взрывчатых веществ. Издание 23-го года. Иди ломать. Поправляю, пенсусная глава первая. Глава первая, раздел третий. Пороховой запаянный шнур. Пороховой запаянный шнур – один из самых простых и надежных в своем роде. Несмотря на давность, изобретение он все еще применяется в современном подрывном деле. Создать пороховой запаянный шнур несложно. Обычно он состоит из бечевки и пороха. Чуть не прочитал порнухи. Но будьте осторожны. Используемые реагенты будут оставлять пятна на одежде. И, возможно, на вечернем коктейльном приеме вас поднимут на смех. Ха-ха. Бечевка, черный порох, бакстрин. Хм. Запальный шнур. Бечевку следует покрыть тонким слоем бакстрина, который выпускает в качестве связующего реагента. Затем бечевку аккуратно обкатывает в черном порохе. Перед употреблением шнур надо высушить по меньшей мере в течение двух минут. Динамит. Изобретен Нобелем в 1956 году. Так вот, за что ему премию дали. Он весь обмотался и сказал, что рванет себя. Бэкстрит бойзов? Ну, в принципе, тоже неплохо. Можно обвалять бечевку в бэкстрит бойз. С тех пор широко используется представительство разрушения горных работок. Свернием взрывчатый нинамита ранее безопасно веду. Ага, поэтому поверхность, наверное, если на самом деле нинамит, особенно взорваться при ударе. Необходимые материалы. Одна мера диатомита. Три меры нитроглицерина, немного карбоната, натрия. И вуаля! Меня сейчас посадят просто за распространение информации о подробных материалах. Приведите информацию о коротких шашек и заверните бумагу. Иди, твою мать! Три дитра ту-ту-ту-нал. ТНТ? Впервые ТНТ был открыт в 63-м году. Сразу после того, как на нем начался проект Дом-2. Химиком Йозефом Вильденбрандом Собчаком. Прошло несколько лет, прежде чем потенциал этого вещества был раскрыт полностью. Такая задержка объясняется тем, что по сравнению с динамитом, ТНТ труднее взрывается и хуже детонирует. Основное же преимущество веществ было открыто германским военным флотом. Относительная стабильность взрывчатого вещества позволяла наносить серьезные повреждения британским боевым кораблям. Немецкие торпеды могли взрываться уже внутри корабельной брони, а не при контакте с ней, как это случалось. Зачем мне вся эта информация о смеси Армстронга, Красный Фосфор, Барии? Да в жопу! Я понял, когда надо будет. Когда надо будет юзанем. Ну что ж, нам пора. Обезболивающее, мясо, бакстрим. Все есть для счастья. Зачем же мне вяленое мясо? Я не знаю. Так, фонарь. Соответственно. Три сигнальных факела. Светящаяся трубка. Трубка. Интересно, она с бесконечными патронами? Вот она, немецкая технология. Выдерживает. Ударопрочная. Не то, что мой Galaxy. Валим отсюда. Захаров. Лизергиновой кислоты немножко уменьше. На литр воды. Потому что уже поперла тебя. Окей. Спасибо этой игре за мой топографический кретинизм. Который будет... Мечет на самом виду. Кто бы здесь не ходил, мне лучше спрятаться. Ё-моё. Ё-моё. Жизнь так не боялся. Сейчас сердце выскочит. Если эта тварь вода лесочком близко, лучше не смотреть. И то запаникую, и тогда всё, конец. Да не бзди. По монстрам прошли. Поробуем пройти миланья. Это же просто Барбос. Милый. Блохастик. Чё ты полкан это зассал? Такая сякая сбежала из дворца. Такая сякая. Не такая тяжёлая, как были. У нас для защиты сойдёт. Для защиты? Боже. Открыть дверь. Пожалуйста, тут собаки. Я боюсь. Можно, например... Давайте Барбоса отхерачим просто. Просто возьмём ему. Зачем я это сделал? Это я напрасно. Дверь! Дверь, кажется, открыта. Ну откройся же! Сволочь! И там так классно. Нет, они откроются. Ладно, хорошо, идём дальше. Спокойно. Люси нашлась? Да нет. Не может быть. Только не говорите Родиону. Он же с ума сойдёт от радости. Расстроила отца. Я достаточно тих. Я просто не пойму, куда дальше. Вижу несколько деревянных бочек. Не могу побороть желание раздолбосить их молотком. А заодно и Бобика тоже. Шарик. Что это за синий вижен у меня начинается? Как у хищника. Вот, я присел и теперь всё вижу в синем свете. Такое ощущение, что я какаю фосфором. Но ведь это не так. Мне кажется, нужно по алкана просто жмыхнуть разочек. Так это вход. Я хожу здесь по кругу уже 17-й час, но мёрзнуть начинаю. Ё-ё-ё-ё. Как мёрзнуть? Чёрт. Нет, это вход. Я так и думал. Я узнал его. Слушайте, но можно, конечно, отманить псину с вяленым мясом, но... Да, однозначно можно. Ну, просто хорошо, уговорили. Мясцо. Очевидно, что оно здесь именно для этого. Лучше отманить её парой ударов молотка по жбану. Мне кажется, это будет намного продуктивнее. Не так тяжело, как выглядит, но для защиты пойдёт. Что значит для защиты пойдёт? Вот это можете мне объяснить? Просто съездите и в дышло, что ли? То есть, просто дать ей в хрюсло, да, этой бочкой? Ребята, у меня топографический кретинизм. Ей-богу, правда, эта игра может стать настоящей пыткой и без всяких монстров, потому что я и без них не знаю, как выйти. Если бы вы только... представить себе могли, насколько мне сейчас больно, физически больно. Здесь я ещё не был ни разу, к слову, судя по всему. Да-да-да-да-да. А, ну вот эта дверь ещё одна, да? Или эта дверь? Да, окажется, эта дверь, в которой я уже... Приучи её палочку носить. Главное, чтобы она мою палочку не отгрызла сейчас. Ага! Нет! Ребята! Это не та дверь! Ну-ка! У-у-у! У-у-у! Ла-ла! Кам-си-кам-си-кам-са! А эта хрень заканчивается? Кто играл в пенумбру? Заканчивается зелёная светящаяся трубочка или нет? Это важный момент, потому что... Потому что очень бы хотелось консервы. Или что это? Ну да, шпроты! Бхалтийская килечка. Вот такие проволоки. Ну, это для динамита. Вот чьи-то. Ботинки надо одевать. Ребят, напишите, пожалуйста, кто-нибудь. Не заканчивается. Спасибо, Нарзул. Спасибо большое. Это важный момент, потому что теперь я могу чувствовать себя свободно. Ну, вот тиснуть чьи-то тиснуть чьи-то сапоги. Это святое. Святое на Северном полюсе. Пожалуйста. Зажигалка. Вещь полезная, если она заправлена. А она не заправлена. Конечно же, да. Конечно же. Да, да. Но у нас же есть немного бакстрина. Не знаю. Поможет это как-нибудь. Итак, друзья, это пенумбра. Мы играем на харде. Первый раз в жизни я прохожу это произведение. И сообщаю всем сразу, что обладаю невероятной предрасположенностью к топографическому кретинизму. Поэтому просьба не ругаться матом, когда я в очередной раз запутаюсь с дверями. Тут этих дверей просто дохрена. Ну, идем в левую, допустим. Ой, ё-моё. Ё-моё. Надеюсь, тут никто не какает. Нет. Отлично. Еще немножечко батареек. Всяческой хрени. Полезной, безусловно. Снова обезболивающее. Вот моё главное обезболивающее. Дайте мне хотя бы пару бутылок с собой. Я же вижу, оно собрано на западном склоне Монпелье. Это Шато де Мартиньяк. Отлично. Еще один приход. Сейчас ощущения другие, но в то же время очень схожие. Будто я уже могу управлять вот только чем. Действительно, чем. Это странный артефакт ядреёв корень. Фонарь. Мне кажется, с помощью зажигалки можно будет подпалить лампу ольхозреда на стене. Ладно. Неужели всё? Может, старый добрый молоток? О! Так можно? Вот за это спасибо. Вот за это спасибо. То есть то есть серьёзно. Я не могу молотком разбить бутылку, но могу раздолбосить целый стеллаж. Маш, я, кстати, нашёл нам стеллаж в комнату. Ладно. Вот. Звук был такой, как будто я ударился об косяк в икее. Ну ладно, всё. Давайте отсюда. Рецепты ништяков вырежены. Вырежены в первой комнате на полках и стенах. Почему не обратил? А, что это за ящик? Складская тара, кажется, для перевозки руды. В ней всё ещё валяются камни. То есть... А я могу, например... Например, переложить сюда вот так и, например, взять мясо. Окей. Будем знать. Будем знать. Ага. Этот ящик неспроста можно двигать. А, ну, конечно, под ним какая-то хрень. Всё, нужно камни поубрасывать. И всё будет найс. Господи, да, отодвинься ты. Ладно, давайте, я тоже вытащу. Всё, подвальчики я вижу. Которые можно наверняка разбить молотком. что если нельзя, то это очень странная игра. А можно просто камнём по ней? Так, стоп. Эээ, да блин! Хорошо. О, шикарно. Вот такая загогулина. Но прыгать я туда не буду спешить, потому что чувствую, что нас там не ожидает ничего приятного. Уходим из этого режима. Так, рецепты. Много-много картонных коробок, ржавых гвоздей. Это всего лишь шпроты, а не рецепты, дружище. Может быть, катушки. О! Грубое изображение палённого, сучащего лапками паука. О! Смотрите! Зажигалка плюс топливо равно... Непонятная хрень. Рисовал ли ребёнок, или умалишённый. Много пауков. Ну, короче, зажигалка плюс топливо равно... Чёрт. Чёрт, вы слышали? Так, я понял. Если много пауков, это грусть-печаль. Если зажигалка плюс топливо, гулянка, что надо. Да, я тоже слышу эти паучьи лапки. Чёрт. Страшно-то как. Да, понятно. Короче, тут вообще всё плохо. Похоже на механизм отпирания тайной двери. Но где же сама дверь? Похоже на ящик с камнями, который мы только что отодвинули. А это что? А это, судя по всему, выхлопная труба лады приоры и перекошенная харя конструктора, что, собственно, является законченным и цельным рисунком. Ладно, давайте посмотрим, что где ещё. есть. Мы поняли, что здесь, да, белая, льдистый рассвет. Жигу топливом заправить. Да, я брат. Всего лишь старые жестянки, краски в них недавно. Давные. Красная кровь невинных. Что? Какая что? Давным-давно, давным-давно, давным-давно. А, заперто. Смотрите-ка. Не так всё просто. И здесь тоже, да? Там ещё кто-то есть. Я слышу тихое обормотание. Слава богу, похоже, смогу хоть что-то прояснить. Почему же он не открывает? Товарищ? Мужик. Мужик, судебный пристав. Открывай. Ты не платил налоги 17 лет. Открывай. На тебя жена стуканула. Открывай, гад. Ты будешь алименты платить или нет? Доставка почты. Почта Гренландии. Вам посылка. От дяди Фёдора. Дядя? Нет, да? Ну ладно. Бандероль тоже не примете? Хорошо. Пылесосик Кирби. Разрешите провести демонстрацию. После этого у вас возникнет непреодолимое желание купить. Нет? Чёрт с вами. Я понял. Ну в общем ход только один через крышу. Окей. Спускаемся. О! 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 Нет. Синее освещение не от того, что я мёрзну. Потому что оно появляется практически мгновенно. Нет. Скорее всего это какая-то другая фигня. Так. Можно выложить пока мясо. Маська. Тут такая игра прикольная. Пенумбра. Вообще крутая. Приключения. Мой папа поехал в Гренландию. Поплыл на корабле. А? Ну папа персонажа я имею ввиду. Папа главного героя. И благополучно врезал там дуба. Но написал мне то есть сынку протагонисту письмо. Говорит. Ни в коем случае не езжай в Гренландию. И сынок что сделал? Ес. И вот он сразу же с корабля сошел. Тут же попал в снега. Я не знаю может его выбросили Харри в снег. Не знаю. Чуть не замерз насмерть. И соответственно нашел в земле люк и прыгнул в шахту. И вот по этой шахте в поисках Бати который умер вроде как. Мы вот сейчас ходим бродим. Он ну как известно по документам он умер 30 лет назад. А письмо пришло типа год назад. Письмо со фразой ни за что не ходи. Не ходите дети в Гренландию гулять. В Гренландии пингвины. В Гренландии моржи. В Гренландии большие замерзшие бомжи. Вот. Тут можно все все много подручного инструмента можно все разбивать со всем взаимодействовать все трогать. У меня уже глянем в инвентаре сколько всего. Молоток фонарик замок какой-то непонятно зачем блокнот куда я записываю всякие похабные заметки фонарик мясо тухлое нашел сигнальный факел зажигалка обезболивающая тебе надо и бакстрин с бакстрином у нас проблема мы не знаем что это вот эх тебе бы еще звук слышать ну и тут кстати ходят какие-то существа я пока с ними не сталкивался только с псиной пещера выглядит так словно обвалилась несколько лет назад а потом кто-то понаделал в завалах проходов а потом кто-то понаделал в завалах из проходов своих и недавно да что-то существа могли оставить за собой такое паук нет 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 нихт паук уже камнем надо паутину разбить камнем не тупо но я могу делать могу хватать какие-нибудь предметы слишком далеко хватать предметы и переносить их ну и как бы долбить лупить одним по-другому берем принципе я наверно могу даже собаку там камнем зафигачить этот ящик не разбивается некоторые ящики разбиваются например бочка звук такой будто звук такой будто я бьюсь башкой о палубу корабля паук господи что это за паук и недолюбливаю пауков я тоже так окей возьмем молоток паук здорово наверно гад манинь куда идти глянь проход ой че это мяч укусили куда идти то машка налево направо или прямо говори налево пойдем спасибо они посидишь со мной но тут на стульчике чтобы было и видно так что что такое я нашел лестницу но как бы я думаю что лестницу нужно просто приволочь вот в ту комнату господи аккуратнее лестницу нужно приволочь в ту комнату широкую так господи я не могу ее взять блин ай паук паук ой а я слышал такое шелестение ножек так а мы например сможем отсюда вылезти при помощи лестнице ну вот вот к примеру взять лестницу вот так вот раз и вот так вот раз а от молодец он и мальчик хороший мальчик погладит по голове пойдем дальше симулятор рукожопа берем молоток значит налево пойдешь лестницу найдешь на право пойдешь говно найдешь ужасное зрелище если бы ее не монфицировали запах сбивал бы с ног а так всего лишь заставляет побледнеть фу давайте больше запахов хорош ладно мы ничего с этим не сделаем да господи еще два прохода маш допустим налево и тут еще два прохода ааа меня убило я думала я смогу пройти она, слава богу здесь недалеко хорошо автосейвы есть слава богу потому что Я уже привык играть в игры, где Сейвов просто нет Только не говорите, что здесь Да боже, нет Серьезно Ребята, здесь можно как-то сейвиться Ёкарный бабай Капец, блин, горелый Ребят, ну это просто задница Направо, короче, пойдешь, много всего найдешь Пойдемте прямо Где, где это, падла? Ладно, идемте сейчас А, я думаю, эти коридоры сообщаются друг с другом Вот эта псина, прибитая Так Ну Похоже на страницы дневника За седьмой класс Ну Будет чем посвятить? Да у меня есть, бери, бери факел Бери факел, бери дневник Я приступаю к ведению этих записей Дневник, день первый, Машка, тут дневник Светки Косичкиной, третий А Я приступаю к ведению этих записей Дабы, несмотря на колок На хайл с последних часов Предпринятые нами величайшие труды Могли когда-нибудь стать достоянием науки Я постараюсь продержаться До прихода помощи За колочу Это, знаете, дневник оптимиста Такой Отличный к боевой подготовке Неунывающий Всегда Неувидающий Такой, знаете, неутомимый мальчонка Я постараюсь Придержаться Заколочу все входы В малую мастерскую В заброшенной части шахты Питаю надеждой Что скудные запасы продовольствия Дадут мне выжить А запрятанные мной Не будут найдены Возможно ли, что эта шахта И впрямь проклята Прошло почти ровно 30 лет С того случая Что и привел нас сюда А теперь Спустя десятилетия Рок снова давляет над нами Знаменитый Фестиваль Рок над Волгой Окей День третий А где второй? Не было второго дня у человека Я предлагаю, что в этот день Сюда доберутся спасательные бригады Но ведь они Могут и не догадываться О моем местонахождении А потому занимаются Спасением других выживших Если и завтра сюда Никто не появится То мне придется Отправиться на поиски Самому День шестой Моей первой ошибкой Была мысль о спасении Второе Предположение о безопасности Этой пещеры А следствием этих двух ошибок Стало третье Я покинул свой безопасный угол В результате Я уже два дня Брожусь здесь В поисках помощи Но сталкивался Лишь с опасностью И побывал У старых жилых помещений Но как ни странно Не обнаружил там Никаких признаков жизни Пытаясь вернуться Тем же путем Я заблудился И скоро оказался В совершенно неизвестном месте Сбитый с толку Но не потерявший цели Устремленности Я вновь попробовал Добраться до своего пристанища Но встретил Каких-то Каких-то барыг Одичавших животных Которые сочли Старую шахту Своим домом Хотя эти особи И представляли собой Немалый интерес Я предпочитал отступить Но был окружен И обложен Огромным числом Эти тварей Оставалось только убежать И бегая я повредил лодыжку Радует Что это Не моя лодыжка Это протез Скорее растяжение Чем перелом Некоторое время Приходилось скрываться И таиться в темноте Но несколько часов назад А сейчас Мы переходим К голосу Светланы Малышевой Мне удалось Найти дверь Которая ведет В малую Неиспользуемую Часть шахты Ключ от этой двери И все еще У меня в кармане В той части шахты Я нашла склад Думаю Он позволит мне Продержаться Еще какое-то время Это место Сплошной лабиринт А теперь Дональда Короче Хорошо свой урок Я не сделаю Своего укрытия Ни шагу Пока не буду уверен В безопасности День двенадцатый Надежда на спасение Тает Запас окончается В этом месте Полно пауков Господи Я поймал Одного из этих Восьминогих чудовищ Сегодня утром В собственном рту К своему удивлению Паука я проглотил Впрочем Больше меня волнует Не сам случай поедания А подвид этого Арахнида Маловероятно Что яд Непещерных пауков Было опасен для человека Но возможно И последствия Меня беспокоят Хотя Хотя я Под псилоцибином Тайбы этому Пофигу Детиллезергиновая кислота Психотропные вещества День тридцать пятый К этому часу Должен был подействовать Я от любого из пауков Но я жив Теперь я лазаю по стенам А у меня из ладоней Вырывается Какая-то Липкая слизь Я жив И это первый повод Для радости Со времен инцидента Кроме того Благодаря случайному происшествию Я имею в своем распоряжении Практически неисчерпаемый Запас пищи Во имя науки Я собираюсь спуститься В шахту под складом Разознать побольше Естественной среде Обитания этих существ Так это же Дроздов День пятидесятый А последние четыре дня Мне удается выжить А только благодаря А братьям нашим Меньшим Некоторое время Я отчаянно А пытался наловить Маленьких А говнюков Удача А пришла Откуда не ждали В моем фонарике Сели батарейки И они А налипли На меня Сами Тогда я совершил А второе Жизненно важное Открытие Естественная Среда обитания Этих А насекомых Мои Трусы Я больше не могу Как же много читать приходится Просто жесть Я видел твои фотки Я тоже видел свои фотки Ты что Один-один Господи Нормально Нормально Ребята Все будет хорошо Всем добрый вечер Это Опергеймер И Краб Мы с вами проходим Игру по названию Пенумбра И узнаем Особенности Паукообразных Членистоногих И прочих тварей Поехали дальше О, интересно О, интересно А мой канал Где-нибудь тут вообще Зазегистриру Нет, да? Нет Окей Хорошо А, нет Лол Ну, не важно Go next Go next Guys Сам Хорошо Кто-то продержался Здесь 50 дней А список Дел у нас Не поменялся На складе Изэперназвел У нас Подозрительный шум Кстати Кстати Насчет двери Что это? Целая куча Сухих, пыльных И слевших мешков Так, давайте Молот Точкам их Нет, да? Никак Хорошо Я Ой Стоп Понятно С этими мешками Ничего нельзя сделать У нас тут Может быть Не знаю Облить их Бакстрином Конечно Бакстрин Скорее всего Нужен для того Чтобы Для того Чтобы Главный вопрос Смогу я здесь Пройти или нет Уважаемые друзья Вопрос Не иллюзорный Это дополнение Нет Мы будем проходить На Опергеймере Все части Пенумбра Так что Вилком Как говорится В пати А на своем Основном канале Также я начну Скоро проходить Resident Evil Следующую часть У меня пройдены Первые три И Zero И вот Следующая часть Не за горами Но мне кажется Пройти здесь можно И даже нужно Да, да, да Как-то похреновило Конечно Но я думаю Что Ай, 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 ай Так, интересно Я чем-нибудь смогу Захилиться Можно признать Можно признать В осколках Скоро Путиц Можно Если бы не Размер Вы еще Размер моих Не видели Так Что это День 71 Голоса Три Пауки Очень вкусные День 100 Если моя жизнь И игра Его В кулинарию Программу Смак Закончится Вообще По логике Он тоже должен Стать Человеком-пауком Возможно Это приквел Человека-паука Если другое Правило Которое Может свести На нет И меняемое Исследование Все великие Открытия Стремятся Поглотить Своего Создателя Все прекрасно Главное Отпустило меня Или нет Да Да Отпускает Друзья Отпускает И это важно Это очень Господи Господи Что-то Все трясется Надо Из пумизана Принять Так 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 Я смог Куда-то выйти И я Выхожу Хрен знает Куда Господи Замок Ну Молоточком Может быть Постараться Нет Тут очень мило Я бы с удовольствием Отсюда Как бы Свалил Ключ Что Что Свой замок Оп Черт Чем я только думаю Ну согласен Такая была Идейка Ну Не лучше Не хуже Других Я просто не знаю Чем его попробовать Блин Я сюда приперся Прошел через Такие сложные Препятствия И ничего Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Так Надо Короче Идти дверь Отпирать Я думаю Научное Открытие Научное Открытие Любовное Письмо Манюня Не открывается Замок На месте Слушай Ну Что ж Наконец-то Похоже на остатки Нижнего склада Все Изношено Даже замок На двери Совсем Липкий Опа Ха-ха Отличная Новость Давайте А давайте Свой повесим Какая вот у меня Идейка Неплохая Кстати Что это такое Вообще Пенумбра Отличная игра Я не помню Какого года Она разработки По-моему 2009 Но Вы знаете Для того времени Вообще Мне кажется Была революция И прорыв А Да и сейчас Она вполне себе Неплохо Смотрится Даже при Каких-то Внешних Ну Может быть Субъективных Недостатках Графики Такие сундуки Нередкость И такие Молотки Нередкость Расхреначим Старую Зря Я так сделал Да Теперь Не открою Никогда Открою Конечно Что там Там Батарейка Я ее Да я вообще Не понимаю Зачем мне фонарь Учитывая Что у меня Все Так Нет Стоп Ничего Крутить Пока не будем Вот это Что такое Бензин Для зажигалок Да есть Ж Вот это Вперло Серая Больничный Закат Что Что это За хрень Главное Что шпрота Есть Зачем Жрать Пауков Когда вокруг Столько Шпрот Это явно Какой-то Балтийский Взвод Серия Серая Серия Серая Опять мешки Вообще Наш друг Молоток Уже Немало Нам принес Радости Много Много Радости Детишкам Принесло Кстати Смотрите Там в паутине Что-то Что-то Есть Да ладно Надо крутить Хотя Стоп Я попробую Еще Расхреначить Так Стоп 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 Нажал На R Ну кажется Она Она не хочет Расхреначиваться К сожалению Не знаю Зачем Это нужно Допустим Стоп Внезапно Средшумного балла Случайно Я встретил Да Ребят А что это Мы можем Сюда Заходить Как-то Это подозрительно Это Какие-то Подозрительные Пчелы И они Наверное Делают Подозрительный Мед Ну ладно Стоп Может быть Все-таки Да нет Он не тустой В смысле В смысле Он Без крышки Да Я сейчас Похож на Героя Басни Мартышка И очки Только вместо Очков Стоп R Опа А нет Это я просто Шпротину Уронил Да Ну ладно Хрен с ним Точно Ничего не сделать Да Ну и пес С ними Так уходим Из этого режима Стоп А если я так Поставлю Стоп Возьму Молоточек И как Следует От хренач Его Может быть Все-таки Разобью Я читаю Читаю Чатик Ну вот я пытаюсь Сломать Но пока что Пока что Безрезультатно Потому что Довольно крепкий ящик С помощью С молоточек Сломаю Или Себя руку Нет Это можно делать Бесконечно Хотя мне приятно Это очень интересно Манюнь Давай попьем чайку Ладно Окей Какой ключ Нет у меня никакого ключа Ключа Никакого у нас Нету Мы идем Вращать вентиль Пора Так Давайте посмотрим Вот что у труба Где-то в трубах Произошла утечка пара Ага Мы сейчас просто Его завернем И что И че И че Пара больше не будет Ну это Отличная новость На самом деле А могу я его Развентить обратно Нет Не могу Все Ребят Я кажется Я сыграл В симулятора Газовика И теперь И теперь И теперь В этой шахте Пара больше нет Что не может не радовать Возьмем молоточек На радостях Вообще Пока два самых полезных Предмета Это вот Молоточек И фонарик Не знаю Зачем мне нужен фонарик У меня батарейка уже миллион Но Кстати Бензин для зажигалок Кстати Кстати А как его Как Оп Теперь зажигалка должна работать Шикарно У нас есть Одна работающая Зажигалка Зипа Давайте на единичку Что она даст Можно поджечь лампы Я думаю Ну Имху Имху Она подожжет Как это должно работать Ну не знаю Вы же разрабы Вам лучше знать Можно поджечь ящик Кстати Оп Нет Хорошо Ладно Давайте зажигалку Все равно оставим На горячей клавишу Потому что Все остальное Это вообще Как-то Странно выглядит Берем молоточек Снова Наш родной И телепаем дальше Так Я сейчас С вашего позволения Открою Свою трансляцию Снова там шуршит Ножками Паучишка Крошка Паучишка Тихонечко Идет Шишки Собирает Песенки Поет Блин У кого же Такие большие яйца Маш Тут у кого-то Огромные яйца Можешь в это поверить Всем добрый вечер Тут псина мертвая Тут Ничего Ну кажется Все Мы обошли Нам нужно Открывать Секретную дверь Кто-нибудь знает Друзья Я обращаюсь Сейчас к своему Чатику Ну в принципе В следующей Трансляции Мне будут доступны Все чата Я интегрирую их Каким-то одним ресурсом Но сейчас Буду Попеременно Обращаться Только одним Только другим Пауки И узкие лазу Не знаю Смогу я проваться Через эту дрянь Даже сюда слышу Вышение маленьких ног Маленьких ног Мы запомнили это место Ужасное зрелище Ага Нет Я попробую все-таки А почему бы и нет А так это же выход Лол Ой 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 там Кому-то сверху Поплохело Боже мой Так Молоток взяли Это потушили Чувствую Запахло жаренным Ребята Вот сейчас У нас будут Проблемки Ребята Если я умру Считайте меня Коммунистам И отдайте свой голос Точнее мой голос За них на выборах Как мне подняться Ага Ага Сразу молоток берем Молоток наше все Кажется Здесь кого-то протащили Никогда не видел столько крови Я Че? Крови? Что? Кровь? Протащили? Бог ты мой Музыка страшная Все это не к добру Не к бобру Все это Да Дверь 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 открыта Кровище повсюду Дерьмище Ой Ой Не убрал за собой Так пойдемте сначала В центральную дверь Ну это ж явно Не он Не сам он себя Да? Скорее всего Ага Ну бухлишко у него было Хорошо Паучишка Вскрытый паук В жизни не видел Такого огромного Мне часто это говорили Девушки Так Мясо Что? Ну Это какой-то внутренний орган Кажется язык животного Давай возьмем Дружань Давай Серьезно Оно Как говорится Все в хозяйстве пригодится Может быть надо как-то Поджечь Не знаю Давайте поджарим Тихо Тихо Вон там еще ящик Ничего Давайте дверку закроем Прикроем за собой Так скажем А если я по нему Молотком Смотрите День третий Ага Все вокруг Зелью Прям как салют На левом берегу Ребят Смотрите С днем рождения Так Все таки Давайте же Проверим Черт О чем я только думаю Ну нормальная идея Поджечь паука Чему нет Как я должен работать Ну Похавали бы Все таки Давненько не ужинал У тебя 15 минут назад Было 967 зрителей Поздравляю Ты обогнал майкера Спасибо Спасибо всем Кто смотрит Я никогда не забуду Этого момента И теперь Моя жизнь Больше не будет прежней Любите меня Донатьте мне Дарите мне цветы Пишите мне в чатике Подписывайтесь на канал Друзья Кстати вот Абсолютно серьезно Подписывайтесь В группу ВК Серега сейчас Бросит ссылку На На этот ресурс В Гудгейме В чатике Гудгейма И в чатике Твича Там будем проводить Регулярные розыгрыши Раздавать вам Всякие плюшки Так Что это Триумф бюрократии Годы и годы Страчить отчеты Вести журнал Составлять записки Чтоб все это медленно Скрывалось пылью Подными ногами У головейка Страстей Сухих фактов В бумажном Обличии Боже Как поэтично Как аллегорично Как фигурально Как Аллитиатурно Тут кого-то Протащили только что Дружище Так Пауки 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 Вырезаны по дереву Не самым острым ножом Что логично Сюда не пройду никак Ну ладно Переходим к главному Что у нас есть Есть карандаш Можем Вгло засундолить Ключ День двухсотый Ё-моё Да сколько что там сидел Ну судя по всему Я теперь точно знаю Последний день Когда ты там сидел Спасибо Серёга День двухсотый Прошло немало времени С тех пор Как я последний раз Описывал свои открытия Не в последнюю очередь Об этом повинны пауки С которыми мне довелось Обитать долгие восемь месяцев Я оказался издан Из реала их обитания Не так давно Поведение насекомых Стало слишком агрессивным Я пытался завалить Основной вход В их логово И укрыться В одной из малых комнат Наверху Единственный С нормальным замком Который я только что Разбил молотком Это не важно Другая причина Кроется в слабости После операции Да Мне пришлось сделать Себе небольшую операцию А так вон Чей орган Мы увидели на столе Без помощи инструментов Или анестезии Впрочем Даже Будь у меня Обезболивчивое Все равно нельзя было бы Применить Ведь пациент Был и доктором Хирургические инструменты Тоже неплохая штука Но и мой нож для бумаги Пусть старый ржавый Прекрасно справился с задачей Сама операция Была довольно простая А обычная ампутация Не столь важного Для жизни органа Я стал Итак друзья Мы играем в Кто хочет стать миллионером Вопрос на 500 тысяч рублей Кем стал экземпляр Вариант А Петухом Вариант Б Евнухом Вариант С Миллионером Вариант Д Раком Замечать толстую пленку Клейкового вещества На своем языке Я был вынужден признать Что данный орган Был заражен Из-за постоянного контакта С токсинами А Не угадал К крабам День 300 Вот и еще 100 дней прошли Кажется я здесь так давно За прошедшие месяцы Я предпринял попытку Вернуться в пещеры То от чего я тогда бежал Кажется гораздо хуже Чем то Что я имею сейчас Однако во время Моего прихода Из крупной системы Тоннелей В шахте Произошел обвал Пробраться туда дальше Теперь нельзя Мне пришлось вернуться И принять течение дней Навязанной судьбой Но до сих пор Я слышу Как мои маленькие Сердитые друзья Скребутся В дверь моей клетки Что это за Маленькие сердитые Маленькие сердитые друзья На середине шахты Я отыскал Запертую дверь Ход пещеры завалило Ага 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 Так Посмотрим Пока лякаем Пока лякаем Друзья Еще 50 минут Продлится трансляция Марусь Женщина Повсюду эти штурвалы Непонятно чего Слушайте Ну язык надо брать Смотрите Какой клевый Может быть на рынке Продадим как говяжий Наваримся Нет Ну как хотите Все Идем дальше Что Что я видел Я видел Я видел какой-то глаз Да вот Но здесь хотя бы Больше оптимизма Хотя его ценности Я разделить не собираюсь Какие ценности Лампу надо подмотать Лампа клевая А еще я не могу ее Я не могу ее взять Ну да Я не могу ее взять Интересно Зажигалка у меня Навеки Друзья Кто знает Зажигалка у меня Бесконечная Товарищи Товарищи Граждане Дорогие мои Милые Любимые Эта хрень Навечная у меня Или нет Потому что Если нет То я Немножечко В некотором роде Тихо Вот сюда Вот сюда Вот сюда В некотором роде Огорчусь Обращаюсь к чатикам Положи его В ящик стола Кого Положить ящик стола Язык Ну хорошо Как хотите А че Ну Давайте Че мне не сложно Давайте Вот сюда Действительно Потом Как-нибудь Может сами Проголодаемся А он не закрывается Не он не закрывается О Все Красивенько Ну и здорово Ну и Ивель Калевна Ну и Пойдемте Напоминаю Проходим игру На харде Где Пицца Тыш Пиццот Тыш Где Пиццот Тыш Привет Доктор Алх А зачем Ящик стола Классить Ты просто Любишь порядок Или Это Какой-то сюжетный Поворот Будет Так Отсюда мы Вышли Сюда мы Пришли Эй Откройся Сим Сим Ё Ма Ё Кстати Довольно Хлипко Выглядит Пол Дыра Маловато Для человека Я бы туда Не полез Будь она Даже Нормального Размера Хотя Какая тварь Могла Варить Подобный Проход Блин Неужели Ты еще Не понял Дружище Не будь Туп Опа Мясцо Мясцо Никогда Не помешает Уж Что-что А свежее Мясцо Всегда В тему Кстати Друзья Я знаю Какая тварь Могла Вылить Такой Проход Но Я В отличие От персонажа Знаю Какая тварь Это могла Сделать Вот Мне еще Кажется Что Этот стеллаж Нужно Расфигачить А может Быть Мне Просто Кажется Нет Ничего Не надо Делать Хотя Нет Никогда А в полу Просто Идти дальше Некуда Вот в чем Загвоздка Там Идти дальше Некуда Чудо физика Так нет Вот С точки зрения Физики Это все вроде Как раз Неплохо Потому что Так Я что могу Сюда залезть Что ли Как я вообще Это сделал Как я поднялся На стену Понятия Не имею Но Да Да Можно Давай Давай Как в контрстрайке С подсадочкой Нет Его кстати Туда потащили Если что Мужика Потащили Туда Но туда Мне не полезть А вот Вниз Можно Вниз То Можно Просто Хоть Куда То Нужно Понимаете В некотором Роде Так А Может Камушек Могу Взять Нет Да Ну Ладно Хорошо Что Дальше Кстати Да У меня Есть Ключ Точно Да 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 Все верно Сорян Ребят Я слишком долго прожил в этом месте Кстати нужно прятать наверное эту хрень И выходить отсюда Конечно Ключ Ключ Погнал Так Присели сразу Взяли Взяли молоточек Спокойно Кстати Хочу 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 Посмотреть Как это работает Ну Вот так Это работает Но Мне кажется Что Не стоит Их Зажигать Потому Что Тогда Меня Я Как тополь Как тополь На плющихе Буду А как ее Ее можно Как-нибудь Стоп Глаз Время от времени Вот Ну Ну Что Сколько же лет Это умеется Есть чему Гореть Понятно Надо выключать Эту лампу Конечно Брать молоток Садиться На карачки И спокойненько Топать К запертой двери Ничего страшного Ребят Все хорошо Все идет По плану Я честно говоря Думаю Что мы Собаки Сейчас Просто Просто Ее Нахлобучим У меня Есть целый Огромный Молоток Вон Дверь Сейфа Где Дверь Сейфа Да Ну Нет Во двери Сейфа Нет Никакой Там Двери От Сейфа Не Надо Не Надо Меня Вводить И Выводить Я Не Помню Куда Ити Ну Очередной Приступ Кретинизма Я надеюсь Я объяснил Вам Его Суть Пойду Направо По барабану Вообще А вот А вот Дверь Чисто Угадал Так Зажигалку Прячем Ключ Достаем Оп Шикарно Давайте Закроем А можно Я Как бы На ключ Все это Дело Нет Все Все Дело На Ключ За Фигарю Нет Замочек Хотел О Попробую Повесить Замок А вдруг И как Это должно Сработать Ну Взять И Повесить Не знаю Она же Как-то Была Заперта Ребята Вы Ее Сами Заперли Как-то А теперь Запрещаете Запереть Ее Мне Это В некотором Роде Нечестно Ладно Я думаю Что нужно Вот так Действовать Переложить Предметы Хотя Неудобно Просто На единицу Нет Будем Ити Как шли Ё-моё Что Орет Кто-то Ё-моё Вы Слышите Вы Слышите Так Надо Надо Засухариться Где-то Подобру Поздорову Я Слышу Слышу Что Может В этих Мешках Наверное Отработанная Порода Ну Конечно Неотработанные Жимобилы Ё-моё Так Ну Я Надеюсь Я тут Не на Свету Уважаемый У вас Швабра В жопе Трезор Трезор Ну Сейчас Давайте Изучим Поведение Этого Невмерующего Чахлика Полкан Каштанка Слушайте А Надо Просто Бочки Пододвинуть Дверь Было Бы Мне Мне Он Сейчас Выйдет И я Просто Пододвину Бочки Просто Пододвину Бочки К двери Это же Изи Вообще Да Он Когда-нибудь Отсвалит Отсюда Нет Нет Не хочет Да Я мог бы Черт Уважаемый А У меня У меня Есть Мясо Лоу Он Уходит 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 О Нет 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 О Как он Меня Запалил Ну Хорошо Тогда Лучше Я Просто Сейчас Запру Тут Двери Все Так Даже Кавай Не будет Берем Ребята Вы думаете Я Надеюсь Что Он Не сможет Давай Во На Хрен Чувак Ты Сюда Не зайдешь Ты Думаешь Чукча Глупый Чукча Сейчас Тут Тебе Такую Устроит Все Брателло Удачи Счастья В личной Жизни Ха Ха Лошара Что Может Быть В мешках Отработанная Порода Я Думаю Все Это Победа Можно Еще Какую Хрень Сюда Да Да Этот Войни Завали Дверь Если Понадобиться Вернется Если Короче Он Вернется То Будет Плохо А Я Уже Взял И Знаете Что Еще Камень Положу Чтоб Да Куча Потяжелее Было Вот Теперь Тварь Сюда Никак Не зайдет А я Завалил же Дверь Да О Нет Черт Черт Че это Три Наверное Может Использов Горных Работах Вот Только Запало Нигде Не Видать Черт Запало Мне Действительно Надо Его Мясом Как-то Теперь Отвлекать Ё Моё Не Так Все Кошерно Как Я Предполагал Блин Че это Старая бензина Завалые Лучшие Времена Слушайте А че Делать Мне Остается Только Одно Попробовать Набить Ему Рожу Хотя Конечно Это Скорее Всего Стелс Но Но Мы С ним Не Сможем Нормально Нет Ну Собака Которая Двери Которая Двери Башкой Разбивает Это Конечно Это Уже Перебор Так Окей Сейчас Подождем Пока Она Свалит Хотя Похеру Он Меня Не Видит Он Меня Не Видит Он Меня Не Видит Он Меня Не Видит Какая Находка Ржавые Железные Колеса Привет Из Позапрошлого Века Шахтерской Промышленности Да Действительно Очень Полезно Сейчас В этот Момент Если Ты Нашел Обрез И Сказал Какая Находка Я Б Еще Понял Твою Радость Но Е Мое Часто Чему Ты Радуешься Дядя Снова Ржавые Колеса Какая Находка Да Дравни А Теперь Просто Мусор Окей С логикой Выберу Все В порядке Так Что Так Что Лампа Лампа Огуречек Вот Вышел Человечек Слушайте Ну Печально Конечно Что Печально Что Не удалось Дверь Подпереть Я Это Представлял Себе Как-то По-другому Ладно Ладно Все нормально Ребята Все нормально Что Это Это Лампа Барбус По-прежнему Нас Одолевает Где-то Там Он Стережет Нас Вон Он Паскуда Ходит Ничего Так Что Это Так Блин Тут Можно Поразбивать Конечно Было бы Половину Бочек Опа Кодовая Панель Не похоже Что она Изначально Была Двери Да И выглядит Новее Прочной Ру Я Мастер По разгадыванию Кодовых Замков Что Это Такое Что Рубанок Какой-то Какой-то Стамеск Ящик С Инструментом Что Зачем Это Ё-моё Дурак Тихо Сейчас Припрется Я думаю Он не мог Не услышать Так Где же Взять Код А ну-ка Давайте Попробуем Ну да Это Обычный Код Друзья Код Не Подсказывать Не Подсказывать Это Код Да Винча Хорошо Нужно Исследовать Эту Шнягу Заперто Придется В воде Через Панели Сделал Заметку Блокноте На всякий Случай Хорошо Спасибо Друг Как раз Мне с моим Склерозом Не помешало Так Хочу Попробовать Одну Вещь Просто Страсть Как Хочу Взять Мясо И Например Закинуть Этой Шавке По Самой Помидоры Мясца Мясца Пухер Ей На мясо Вообще Нет Идет 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 Надо Ее Просто Отрихтовать Разочек Да Жрет Я не смог Дать ей По башке Молотком Это же было Так близко Окей Я понял Я понял Все Даже дверь Не буду запирать Просто Сейчас На язычанских Ее Распотрошу Но мне нужно Это попробовать Так Мясо Молоток И мясо И молоток И просто Пару раз Ее рифтануть И все Вот Вонючее мясо Я за дверью Хитрый план Он идет Он должен прийти Он должен прийти И сожрать Куси Куси полкаша За преддверь Бочка с динамитом Бочка с динамитом Я что-то не видел Там бочки с динамитом Я хочу просто Загрохнуть Тварь Просто Грохнуть Ой Ё-моё Она идет Нет А еще Скрип не включился Вот Теперь скрип включился Мясо воняет Я готов Я готов Давай Иди сюда Иди сюда Резышнаусер Обгрызанный Иди сюда Жрать мясо Падла Да Вкусная колбаска Да твою мать Твою мать Ты почему не могу Что такое Хорошо Хорошо Ничего Ничего Ребята Третья попытка Я не могу понять Я Я же все делаю Правильно Сюда Взял молоток Просто Саданил Саданил ей Молотком Почану Давай Иди сюда Нет 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 Должно сработать Чувак Мясо Кровь Кровь Шла Кровь Кровь Шла Нет Нет Ах ты Твою мать Ну ладно Ну ладно Хорошо Короче Молотком ее не грохнуть Я понял Блин Только вот Непонятно Как Что с собакой делать Потому что Она же Она же Она же Достанет Вот Дверь подпер Или не подпер Ладно Я валю Отсюда Что это Так Что это Так Здесь можно С лампой Бегать Еще Смотрите Прикольно Как Выключили Блин Она сейчас Расхерачит Дверь Так Что это Так Что это За бочка Что Что с этим Делать Ё-моё Ну началось Колхозе Утро Так О Динамит Слушайте Может действительно Рвануть ее А я успею принести Физически Физически Я бы успел Кстати Физически Я бы успел А вот Морально Вряд ли Вот только Сейчас Да Так Друзья Ее надо Чем-то Грохнуть Только Запал 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 Но Переть Бочка С динамитом Это Интересная Мысль Я кажется Я саданул По башке Динамитом Так Короче Двери Придавить Когда Заходить Станет Придавить Дверь Я думаю Что все-таки Надо успеть Просто Динамитом Ее Бочку Поставить Бочка Это не должна Не должна Соответственно Эта бочка С динамитом Не должна Разбиться Как вот эти Если я ее Быстро Притащу Иди сюда Тварь Ну я ХЗ Так Эту Лампочку Тушим Ну и Что Будет На башку Сейчас Упадет Но Правда Никакого Результата Не Последует Слушай Ну вроде Справились Ребят Вроде Справились Вроде Про Канала Зава Знавала Лучшие Времена Так Бетона Мешалка Знавала Лучшие Времена Я не знаю Чем Это Может Он Хочет Нас Обидеть Так Может Быть Здесь Какие Нибудь Полезные Штуки Есть Теперь Уж Можно Поразбивать Я надеюсь По крайней Мере Главное Чтобы Шум Не Привлек Псину Потому Что Кошака Он Уже Привлек Кошак Кошак Я Убрал Раню Кошак Бежать Надо Вычесывать Жамашка Давайте Чикую Сделаем Я Уже Почти Закончил 25 Минут Осталось Тогда И Сделаем Кушать Кушать Хочу А Псина Там По-прежнему Пытается Пройти Но По-моему Безуспешно А Не Ни Хрена Нет Безуспешно Она Не Может Пройти Бочка Которая Не Разбивается Шикарно Бонич Шикарно Да Она Не Может Пройти Так Это Победа Но Она Не Может Пройти Я Не Буду Ей Лишний Раз Агрить Конечно Так Ага Машка Ну Не Кошмарь Кошку Маша Не Кошмарь Истеричку Так Ребят Это Наверное Единственный Выход И он Завален Боже Что Делать Почитаем Штольня Обвалилась Возможно Десятки Лет Назад Не Стоило Так Рисковать Жизнью Может Обрушится Вся Шахта Но Не Стоять Чабя Маша Ну Че Ты Кошмаришь Ее Маш Ну А в цепи За тебе Сейчас В лицо Две Женщины В доме Это Конечно Тяжело Тяжело Маш Она Тебя Ненавидит Мне кажется Она Тебя Любит В качестве Связанной Привязанной Маш Маш Ну Че Ты Делаешь Маш Ну Че Ты Делаешь В цепи Пацаны Тут Интереснее Я вам Серьезно Говорю Ты Час Кто Там Женщины Дерутся Может Вам Бассейн С грязью Блин Это Надо Снять Ребята Это Надо Снять Сэм Закончилось Блин Как Будет Вам Это Показать Поверьте Тут Намного Круче Звуки Страшнее Чем В Пенумбре Это Я Сэм Иди Ко Мне Иди Иди Зай Все Не Кошмар Кошака Сэмик Где Я Спрячу Иди Сэм Иди Папа Тебя Спряч Девай За диван За диван Беги У тебя Есть Шанс О Господи Зай 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 Все 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 Садись Садись Будешь Со мной Смотреть Все Злая Мама Довела Кошку Так Что ли Обвалилась Возможно Десятки Лет Мась Принеси Водички Пожалуйста Мась Принеси Водички Но Она Бесится Ну В общем Друзья Вы Видите Все Сами Грызанула Грызанула Еще Грызанула Больно Друзья Вот что происходит С шотландской Веслоухой Мирной Кошечкой Если она Живет Рядом С Машей Она Превращается В Негодующего Яростного Суккуба Потому что Довела Ее Маш Ну Пойдет Поцарапает Стул Короче Ребята Интересно Это видно Вообще На стриме Простите Стрим По Пенумбре Заканчивается Начинается Стрим По Раздракониванию Кошака Маш Зачем Ты это Делаешь Скажи Мне Ты хочешь Воспитать Из кошака Психопата Она Все кресло Разделила Сейчас Но Она Еще не разудрано До такой степени Что я на нем Не могу сидеть Маш Короче Ребята Я не знаю Как жить С двумя Женщинами Если есть Советы Как сделать Так Чтобы Они Хотя бы Не каждый День Дрались Саманта Авертюр Да Ладно Поехали Простите Штольня Обвалилась Возможно Десятки лет Назад Маш Принеси Воды Пожалуйста Маш Ну зачем Ты это Делаешь Скажи Мне Вы не Миритесь Схватить Ее за Шкирку Это не Значит Что Помириться С ней Десятки Лет Назад Настоило Бо Так Рисковать Жизнью Может Обрушиться Вся Шахта Не Стоять Жив Першу Стену Значит Надо Каким То Образом Расчистить Завал Вот Если Вот Искать Что Небудь Пригодное Здесь Ведь Могли Остаться Запас Взрывчатки Договорных Работ Конечно Конечно Так Читанем Люблю Свою Мастерскую Охотятся Легко Как Дважды Два Ни Один Соперник Не Проникнется Ага Кот Это Кот Ребята Охотятся Легко Как Дважды Два Ни Один Соперник Не Проникнет Сюда Все Четыре Мышонка Достанутся Мне Рыж Будет Доволен Спокойно Сыт Как Восемь Котов За раз Спасибо Спасибо Тебе Маленькая Панель На моей Дверце Что-то Уму Рыжего Сегодня Шиворот На Выворот И задом Наперед Ё-моё Вот Это Загадуля Марусь Запиши Цифры Ладно Я сам Какая Не знаю Может быть Не кошмарь кошку Лена Позвони Напиши Что ж это такое Так Короче Ребята Хорошо Что Лена Появилась У Ксаманты Появился Шанс Цифры Блокнот Цифры Сейчас Все будет Охотимся Два 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 На Один Соперник Четыре Мышонка Спокойный Сыт Как восемь Котов За раз Спасибо тебе Спасибо тебе Маленькая Панель На моей Дверце Что-то Что-то Умры Рыжего Сегодня Чернов Задом Наперед 8 4 1 2 Теперь осталось Только вспомнить Где эта дверь И все Так Вот там я думаю Будет взрывчатка В этой двери 100% Главное 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 Сейчас Не привлечь Внимание Полкана А он Уже Тут Да Нет Блин Он уже Прорвался Вот Паскудник Маленький Слушайте Ну Ничем Не подпереть Но Кажется Есть Все Таки Шанс Кажется Шанс Все Таки Есть Потому Что А мне же Нужно Выйти Получается Где то Здесь Была Дверь Где Дверь Надо Вспомнить Дверь С кодом Но Двери С кодом Мало Нам же Нужно Еще Зайти Внутрь Взять Взрывчатку Положить Взрывчатку Сделать Все Чики Пуки Это Не так То Просто Ребята Так Я как то Обошел Хитроумно А вон и кот Вот и дверь Отлично Может я вообще Мимо полкана Как то так и пройду По тихому Блин Запалит же Меня шавка Так 8 4 1 2 8 4 Отлично Шикарно Ребята Что творит Мой гений Моя дедукция Так Отсюда я вышел Пока можно не бояться Псину Я думаю Что через эту дверь Она не проберется Но есть еще Масса других Пусть изношенная Взубринах Это пилающего Устроя на ощупь Черт Надо как то Нейтрализовать Сволочь Потому что Отлично На шаг ближе Подрывчатки Без потерь Собственной головы А что я взял Хлопковая веревка Теперь мы мешаем Ее вот так Нет Стоп 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 Не получится Машка Сделай тише Вот Теперь веревка Вся в бокс И порох Должен к ней Привиться Только молиться Чтобы у меня Получилось Порох Где Машка Закрой дверь Жопа Слушайте Мне эту псину Придется нейтрализовать Это что Я не могу Пойти Закрыть Потому что Я стримлю Да Эти лопату Сперебовывать в дереве Ведь копая здесь И занятия Не из приятных Машка Закрой дверь Меня уважают В этом доме Закрой дверь Женщина В смысле Я хотел сказать Пожалуйста Очень Мешает Громкий звук Не могла бы Ты чуть-чуть Перекрыть Немножечко Дверочку Чтобы Женщина Чем ближе Она к экрану Тем я должен Быть больше Мужиком Женщина Я еще Не слышу Закрытой двери Ё-моё Че это В этой груди Ко мне чего-то Отразится свет Может лед Что-то там Точно поблескивает Что-то там Поблескивает У них Ладно Давайте разбирать Давайте разбираться Груда камней Это че Место подготовлено Заготовки Рукой Хоть лавку Плотника Открывай Ага А это че Старье какое-то Даже не пойму Для чего Использоваться Ага Смотрите Какая классная Штукенция Наверняка Можно как-то Использовать Хотя бы Повертеть Нет 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 Тут ничего Ничего не активно А еще я застрял А вон там Что-то должно быть Кирка Кирка Ребята Это вам не это Так и что мы можем Сделать с киркой Кирка ведь Круче молотка Да не собираюсь Я их смешивать Просто Кирка Старая Шахтерская кирка Ну я думаю Киркой то я ее Загошу Наверное Киркой обычно Камни долбят Поэтому Вот Должны как-то Раздолбаться Нет Не раздолбались Окей Вон там еще Какой-то Артефакт Ядреев Корень Хорошо Такие мелкие Ящики Они должны На раз два Валить Нет Не валит Что мне Сегодня Везет Хорошо Мне нужно Найти порох Очередной Факел Сигнальный Который мне Нужен Как Козе Баян Так Погружаемся Снова В глюк Недолго И неопределенно Как-то связаны С происходящим Если я продолжу Эксперимент То могу узнать Нечто новое Или получить Сердечный приступ Не переживай Лизергиновая Диэтил Диэтил Лизергиновая Кислота Тебе Непременно Помажет Взрывчатка В бочке Да Там была Еще одна Бочка Я помню Меня так Просто Не провести Что это Говядина С чем С фасолью Слушайте Надо псину Конечно Мясом Как-то Отвлечь Я пока Не знаю Как Запасное Колесо Я пока Не знаю Как Но Это должно Как-то Произойти И мы Откроем Там Бочка Туда И сюда Может Просто Бочка Успеет Дверь Подпереть Но Если Я Подберу Дверь Бочкой То Там Псина Будет За Этой Дверью Как только Я Бочку Заберу Она Пробьет Все О нет Снова Паутина Хоть бы Эта дыра Была Здесь До Пауков А не Стало Их Черным Ходом Конечно Не Каркай Дружаня Так Сейф Это Был Сейф Это Был Сейф Слава Богу Надо Чем-то Завалить Ее Просто Я Даже Знаю Чем Ребят Какие Проблемы Нашли Проблему Господи Сейчас Камень Побольше Возьму Вот Этот Вот Все Сейчас Мы Этой Булыгой И Ящик Сверху Точно Ящик И Булыгу На Всякий Пожарный Не Люблю Блин Полков Нет Надо Ящик Еще Чтоб Неповадно Было Может Конечно Завалить Черный Вход Банками С паштетом Но мы Же Не В русской Армии Только У нас Могут Паштетом Заклеивать Дырки В кирпичах И кормить Солдат Собачьими Консервами Нет Нет Ну не такие Еще Один Еще Один Камень Положу Очень Боюсь Пауков Как Говорится Береженого Паук Не кусает Шикарно Бонич Ты Отлично Справляешься Задачей 23.50 Вот Все Теперь Ни одна Тварь Не пролезет И Со Спокойной Душой Так Так Мне кажется Эта дырочка Побольше будет Ну хорошо Посмотрим Что здесь Электрическое Заграждение И наехать Мне лучше найти способ Туда Мне лучше найти способ Туда пробраться Как туда пробраться Боже Боже Электрическое Заграждение Ну пока Ну пока Никак Да Немного пороха Найти Не помешает Но скорее всего Он там И находится Ладно Есть еще куда идти Давайте посмотрим А в этом месте Бытовали строгие меры Это решетка Она упала от времени Или ее просто вырвали Вот сейчас Самый момент Задаться этим вопросом Так И снова Пауки Так Я хочу этот мешок Расколотить Нет Не получается Это тоже Не получается Зато мы Расколотили ящик Стоп Что это такое Бочка Не так Топрос Маслиный хвост Хорошо Пойдем дальше Ну что Ребята Наконец-то Две бочки Бургундского Игра пройдена Нет Вы слышали Этот звук Наши люди Поднимите руки Если вы слышите Эти звуки Очередной фонарь Нахрена мне столько Сигнальных факелов Вот понятия не имею Будет чем посветить Что посветить У меня есть Вечная Светящаяся трубка Мать вашу Вечная Она кстати на G Зачем я Зачем я Ее Ну в общем Вы поняли Что-то мы тупим Безбожно А можно Кстати Например Молоток Допустим Понятно Молоток Факел Да А в левой руке В правой руке Он короче держит Тяжелый инструмент А в левой Всякую Шнягу Да Например Например Нет Ладно Хорошо Что-то я не понимаю В этой Игре В его В его логике Хорошо По большому счету Ладно Можно молоток Ну мне кажется Старая шахтерская Кирка Понадежнее будет Так что Результат Один и тот же Все Пока ничего Брать не можем Но можно кстати Раз Можно кстати Разбить эти бочки Легко С двух ударов Что доказывает Преимущество Кирки Над молотком Еще Партишок Мы все-таки Хлебнем Сегодня Ребята А они Не разбиваются Вы шутите? Нет Разбиваются Все-таки В пыль Взяли ящик Я просто Не знаю Это тоже Мы расфигачим Так Очередная Паутина Конечно же Мурашки По коже Да Ничего страшного У меня вот Мурашки От моей Наташки Знаете Песня такая Вот это Пострашнее будет Наташка Вон там Ходит Назовем Собаку Наташкой Чтобы было Как-то Повеселее А то Псина Очень страшная Ладно Че я здесь Че я здесь Забыл Ну Только Напакосить Осталось И выключить Лампу Да Так намного лучше Не понял А Стоп Мы просто прошли Кругаля И все То есть мы Просто дали Здесь Здесь Кругаля Чтобы что Да Окей Друзья Третий час игры Начинаю тупить Начинаю тупить Блин Как же пройти Ну так Ну так точно Не пройти Я понял Ну мало ли А вдруг А вдруг Проперло бы Так Чем же тебя Потушить Родная Чем же тебя Потушить Не знаю Может быть Попробовать Коробочку туда Кинуть Ну не знаю Что нибудь Как-нибудь Это поможет Это как Нет Не сильно Хорошо Ладно Друзья Мы потихонечку Приближаемся К окончанию Первой части Трансляции По игре Пенумбра Овертюр А посему Я предлагаю Экспериментальным путем Разбить Бобби Кутузика Кто за Единогласно Что мы в итоге взяли Да ни хрена У нас тут особо нет А можем эту дверь выбить Не монет Да ё-моё Ладно Хорошо Зайдём по-человечески Всё ребята Пора Взрывчатка Взрывчатка В бочке Пороха нет Нет Стоп Порох есть Порох есть Порох соответственно В бочке И мне сейчас нужно Просто Просто пройти К той бочке К бочке ТНТ Разве может мне в этом Помешать Какая-то Жалкая Дохлая Псина Вин Электричество Я думаю Как бы туда Продраться Бочка ТНТ Ну короче Планта в целом Понятен Нужно ту бочку Перетащить сюда Открыть дверь Всё сделать По-человечески И в принципе Наслаждаться Плодами своего Умственного превосходства Но Сделать это Гораздо сложнее Чем сказать Потому что Вон та тварь Она как бы Охраняет бочку Которую я должен был По идее Бым Забрать Кошка Ну не надо сюда лезть Как же быть И как бы Отваливать Она не собирается Да Так Слушайте Ну я Пожалуй Я пожалуй Просто Привлеку внимание Скотиной мясом Окей Иду к бочке Которую в принципе Трогать не надо было А Она прошла Просто прошла Окей Я не могу Зажечь Намокшую веревку Запал Надо довести до ума Блин Надо высушить веревку Может быть Высушить ее На электричестве Надо было Так Я в любом случае Поперу эту хрень В шахту Вот так вот На пофигу Просто Ля-ля-ля-ля-ля Я иду в шахту Я кажется Понял На электричестве Нужно веревку Подсушить Так Где эта долбаная Шахта Сейчас все будет В принципе Трезор Не особо мешает Не помогает Конечно Но Не сказать Что ошибка мешает Поэтому Пес бы с ним Как говорится Мясом Будем отманивать Так А что такое Это что такое А что это Только запало Нигде не видать Так Еще раз Что Что нам нужно Что мы хотим Во-первых Шахта не здесь Вася А в другом месте Во-вторых Может быть Нужно Смешать Зажигалку И веревку Нет Хорошо Как подсушить Эту фигню Как подсушить Сигнальный факел Он не подсушит Масляные лампы Но вряд ли Она 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 только Светит Но не сушит Вот что это за бутылка А Народ Как ее Как ее Завладеть Непонятно Какой-то Пузырь Бесхозный Судя по всему Уже Кто-то им Завладел До меня Хорошо Я не могу Зажечь Намокшую веревку Запал Надо довести До ума Стоп Раз уж я здесь А ну Подсушим Попробуем Подсушить веревочку На электричестве Так себе Идейка Но Стоп А тут что Можно что-то Что-то применить На этой хрени Слушайте Да Мне эта игра Напоминает уже Майнкрафт Я уже начинаю Потихонечку Втягиваться Тут все На все Можно Как-то Применять Тут нечего Применять Ладно Вот меня Например Вот этот вот Рычаг Немного смущает Но Видимо Лишь Немного Хорошо Мы идем Сюда И попробуем Веревку Засушить На электричестве И как это Должно работать Ну типа Не знаю Подсохнуть Должна Она Ладно Понял Тупая идея Может мяско Пожарить Твою мать Я выкинул мясо Фак Нормальный кусок Здоровенный Я могу его подобрать Блин Барбекю Можно пожарить В принципе Вот чем мы Закончим Сегодняшнюю трансляцию Мы раскидали мясо Ладно Пока мы случайно Не засейвились Я думаю На сегодня Нужно На сегодняшний день Нужно ставить точку Увлекательная игра Что я могу сказать Пенумбра распакована И Пенумбра Так загрузка Тут можно еще Что-то грузить Точки сохранения Автосохранения Старая мастерская 23.49 Ну Видимо Это идеальный момент Нужно выйти И посмотреть Кстати Нужно выйти И посмотреть Где мы Реснемся Потому что Что-то без мяса Не охота Оставаться Ща Ребята Секунду Я запущусь Чтобы проверить Где я резнусь И на этом Будем сегодня Сворачиваться Что-то будет обидно Если я сейчас Без мяса резнусь Блин Это будет Крайне обидно Дальше Да А Ну все Шикарно Все Шикарный момент Друзья Мясо у нас Дуром Псина готова Тут все нормально В общем Вот тут Зачем-то Две бочки Непонятно А Ну Они Тут Да нет Все равно Непонятно Зачем В них Ничего Нет А Стоп Я же могу Перебраться Через ограждение Просто поставив Бочку Ну вот Если такой Рабоче-крестьянский Метод Не отключать Никакое Электричество А просто Поставив Бочку Просто поставив Бочку Лол Ё-май-о Аааа Я тут не пройду Да Хорошо Ничего, мне не сложно Я пройду И мы пойдем Другим путем Этот эксперимент Надо провести Чтобы уже на следующей трансляции знать чего куда пихать сэмик покатили вот она прямое значение слова катить бочку более вот сюда вот и надо прикатить но прекратите не представляется возможным какая продуманная игра ё-моё потому что с обеих сторон огорожено беда а если доски поставить вообще тут можно столько всего мутить ребята поставить две досочки а их больше чем 2 эти почему-то не берутся и сделать такое для бочки специальную штуку подъемник для бочки и должно сработать черт надо же было ходить на труду в школе так ну должно уже сейчас начать срабатывать нет не срабатывает так аккуратно поставим так и вот так слушайте должно получиться ну так по динамике то и мы сможем просто пройти да пенумбра очень интересная в плане бесконечных бесконечные возможности экспериментировать то здесь можно намутить очень много разных прикольных вещей вот если сейчас не получится то то не получится а если получится то значит хороша великолепная логика да судя по всему я просто неправильно нет я должен попробовать ребята ее нужно просто повернуть полин ну развернись пожалуйста не так то просто это все и так то просто о нет что за говно о тихо 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 сейчас все будет ставим доски господи не нужно должно получиться пожалуйста Можно прям по-настеночкой ее Слишком далеко Слишком далеко С тобой упором Так Да блин Ну это блин Для этого же собственно все и придумали Вот это штуки Как-то их еще закрепить бы не мешало Веревкой связать Ну ладно Пробуем по отдельности А вдруг я так сломаю игру Да нет, похоже что Эти доски для этого тут и лежат Пожалуйста Пожалуйста Во Итак Приготовились Друзья Чудо человеческой мысли Сейчас Главный эксперимент вечера Симулятор грузчика А Де Трое Да Лучший Лучший Просто Бонич Муа 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 Так, ну что, если я через бочку, ну, конечно, самым большим глумом будет, если я с этой бочкой не смогу перепрыгнуть через эту хайку, да, стоять. Ну, как бы, я могу так много бочек накидать, кстати, к слову, к слову о птичках. Блин, тяжело, тяжелая бочка, но мы ее укатим, укатим. Слушайте, ну, Бонич, давай, давай, серьезно, ты смог такую работу проделать, неужели не перелезешь? Давай, 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 давай. Фак. Надо ее поставить. Вот, что-то хреновенькое. Так. Электрическое заграждение, наверхонько, мне лучше найти способ туда пробраться. Блин, да я же ведь почти нашел. Бочка должна стоять, бочка должна стоять. Как заставить бочку стоять? Тихо, лампа, не мешай. Как заставить бочку стоять, вашу мать? Ой, что-то хреново к персонажу стало. Ну, и не мудрено, конечно. Стоп. А если я положу на бочку? Положу на бочку. Не знаю, еще одну бочку. Много досок? А, давай. Давай. Блин, может мне киркой раздолбасить? Пока все равно мне плохо, я не могу прыгать через... Ай, нет. Хорошо, ладно. Ну что, неужели я не смогу ее? Да нет. Ну, ребят. Хорошо, я сейчас... Надо раздолбить эти заграждения. Так, пока бочка здесь. Нормально. Стоим. R. Так током шандарахнуло. До сих пор пяточки мокрые. Это бесполезно. Хорошо, берем этот ящик. На войне, как на войне. Любой ящик пригодится. Блин, что-то нам прям вообще хреново. Стоять. Дверь! Стоп, а мы эту дверь можем взять? Так, но эту дверь, к сожалению, я взять, походу, не могу. Тихо, тихо, тихо. Конечно, будет сложно, но... Но ничего невозможного нет, ребята. Баланс! Ладно. Хорошо, я принесу еще один ящик. Мне не в лом. Я не чувствую рук и ног. Плохо дело. Да еще бы! Знаешь, дружище, хорошо, что у тебя из жопы дым еще не пошел. Тебе повезло очень крупно. Ну, сейчас или пан, или пропал. Или я сейчас грохнусь, или... Или не грохнусь. Блин, потолок. Доски! Доски! Конечно, ребят! Лол! Ну, конечно! Я же со временем восстановлюсь, ребят. Металлическая дверь. Электричество нестойшее сочетание. Не могу с тобой не согласиться, коллега. Стоп! У нас же есть доски. Блин, как же нам дерьмово-то. Ну, в принципе, в целом, направление мысли уже вполне себе понятно. Просто пришли. Стоять! Так, бочка. Бочку надо сфиксировать. Она будет кататься так, паскуда. До посинения. Во! Во! Ох ты ж, ешкин дрын! Черт! Ну, вот эта игра действительно интересна. Она... Она прям... Она прям про физику. Она прям про физику. Она прям... Про нее родимая. Тихо! Нет, что? Верни, верни доску, сволочь! Зачем я бочку вообще эту катил? Я думал, я запрыгнул. Ладно, есть еще доски. У нас есть еще доски. Сейчас заканчиваем. Тут очень интересно, Машка. Нужно... Смотри. Покажу тебе. Яблочко! Дай куснуть. Маша. Холодно. Смотри. Смотри. Это забор под напряжением. Нам нужно как-то перескочить на другую сторону. А-а-а! Блин, я себя усложнил немножко вопрос. Вот. Я пытаюсь по доскам перебраться. Это же светлая мысль. Как считаешь? Мысль. Вот взять досочки. Я вот пытаюсь их тут... Ой, это тяжело сделать. Нет! Блин, я могу еще раз попробовать прыгнуть, но... Ребят, надо ставить доски. Доски? А-а-а! А-а-а! Долбануло! А-а-а, плохо! Все, я, кажется, понял. Вот. Так. Ну, пожалуйста. Ну, бонь. Нет-нет-нет-нет-нет. Вернись! Вернись, сволочь! А-а-а! Ну, суть примерно понятна. Нужно просто... Это как-то правильно сделать. Оп. Оп. Мне даже вторая бочка не нужна, по сути. А-а! Все. Умер. Блин, ну, судя по всему, вся суть игры сведется именно к тому, чтобы... Хотя... Мне даже... Слушайте, а нафига мне вообще эта бочка? Если я могу просто взять доску, просто взял доску, искал, взял доску, поднял доску, понес доску, перепрыгнул, перепрыгнул. Открывайся, гадина! Ну, ну, взял. Угу. Понес. Понес. Лол. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет! Я попытался, мне шандарахнуло в прошлый раз. Видимо... Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот! Почему? Ее надо чем-то подпереть, да? Допустим. Берем... Ящичек. Маленький. Ну, вся суть состоит в том, чтобы перелезть вот так, да. По-другому никак мысь. Просто взять вот так вот. Все равно шарахает. Ну, видимо, видимо, химичить придется именно с этим всем хозяйством. Потому что по-другому никак. Ё-моё, ну, давай! Я там просто бочку в прошлый раз подкатывал пол стрима. Потому что ее нужно... Сейчас попробую. Просто на пофигу. Ну. А-а-а, как же тяжело-то. О! О-о-о! Положил. Ну, я не знаю. Я просто сейчас положу еще пару досок. Ну, а это же хлипко. Так, а что мы можем принести сюда? Ну, это реально прикольно, нет? Ладно, я понял вас. Блин, ну сейчас, Майс, я вторую положу. Слушай, а может быть, Машка? А если по этим доскам бочку вкатить? А что это даст? Машка по порядку. Ну да, а мы нет. Ну, там бочка стоит неспроста. Вот эта бочка, она прям мне не дает покоя. Майс, не поставишь пока чайничек, я уже сейчас иду. Ну, вот так вот, ребят. Сейчас я попробую, конечно. На ящик положи доску. На ящик положи доску. Еееее! Еее! Получилось! Получилось! Шикардяо! Ой, генератор! Заграждение питается от этого км. Слабенький какой? А работает, значит, недавно поменяли. А мы можем его того? А, все! Все, победа! Ну, в общем, вот как-то так, друзья. Ладно. Внезапно решили страшную загадку. Будем знать, как в следующий раз это сделать. Большое вам спасибо за то, что были со мной. Я благодарю всех. Друзья, огромная просьба. Всем, кому интересна трансляция, стало интересно. Подписывайтесь на канал, во-первых. Во-вторых, обязательно регистрируйтесь в группе Multicasters. Вот она. Сейчас я ссылку. Ну, Серега сейчас скинет. Или я, или Серега. Во-первых, там появляются оперативно все анонсы грядущих трансляций. Во-вторых, именно там, в этой группе проводятся розыгрыши. Ой, а что это? Розыгрыши. А ну. Оп. Ну, вот как-то так. Вот. Жду вас всех. Следующая трансляция по Пенумбре. Через неделю, друзья. В понедельник на Вопергеймере в 21.00, как и сегодня. А на неделе мы начнем проходить Resident Evil, следующую часть. Так что, хорроров, как говорится, много не бывает. Всем большое спасибо. Запись выложу на YouTube. Подписывайтесь на канал. И там запись выложу на Goodgame. Ну и, конечно же, ВКонтакте, в нашей группе Multicasters тоже запись будет. Все, друзьяшечки. До новых и радостных. Бай-бай. Субтитры создавал DimaTorzok